Ну ладно, оставим мини-игры до лучших времён, а пока что обратно к приключениям. Просто чтобы вы понимали, я уже немного заспойлерил себе мини-игры в этом моде, и тут даже зомбаквариум очень сложный, но что мешало автору сделать таким же боссфайт вообще не ясно. Но по итогу имеем, что имеем. И кстати, чтобы дважды не наступать на те же грабли, я скажу, что видос с мини-играми если и будет, то стопроцентное их прохождение я вам не обещаю. Вы если что, учтите, что мини-игры там проходить точно не буду. Я себе там гейплей типа чутка заспойлерил, там вообще пи***ц непроглядный. Там, просто чтобы вы понимали? Я знаю, типа, разработчики их даже не тестировали, то есть их создали для обычного брутала, а о том, что их кто-то будет проходить в экс-режиме вообще никто не думал, так что наиболее вероятно, с них даже убраться не буду. Вторым по популярности реквестом на моём канале являются еб**ки... Ой, нельзя же материться, снова 18 плюс на ролик кинут. Хм, так вот, вторым по популярности реквестом на моём канале являются ублюдские мини-игры в бруталексе, в чём по сути я сам же и виноват. В первой части я там чё-то вкинул про их прохождение, если под видосом будет достаточно актива, во второй я снова их упомянул, но уже в контексте того, что проходить я их не факт, что буду. И вот теперь мы здесь. Там где-то на одном из моих ПВЗ-профилей лежит недопройденная седьмая локация, снять которую в первую очередь было бы логичнее. Но здравомыслящая часть моей аудитории и так прекрасно понимает, что ролик по седьмому этапу выйдет примерно никогда, а все остальные не думают, почему же я не хочу его снимать. Ну хуй знает, да блять, ну фиг знает, может потому что это не полноценная локация, а сборник какой-то ебенины, где мы сражаемся то в аквариуме, то на крыше нахуй, то ещё в пизде какой-то. Так вот, те, кому так яростно хотелось узнать, как же всё-таки эта локация выглядит, вот, наслаждайтесь, засланный газон. А те, кто на мой канал всё же за контентом заходят, я представляю вам, ну, нечеловеческие пытки, наверное, я хуй знает, что это, лучше сами посмотрите. Ох уж эти зомби, как они мне надоели. А знаете, кто ещё мне надоели? Люди, до сих пор не играющие в Амазинг Онлайн. Амазинг Онлайн это бесплатная ролевая онлайн игра с открытым миром и безграничными возможностями. Широкий спектр отечественных и зарубежных автомобилей, прокачай свою тачку и стань самым бесстрашным дрифтером области. Проводи уютные вечера в компании друзей и подруг. Интуитивно понятный интерфейс, нестандартные работы как для новичков, так и для прошаренных игроков. Здесь каждый может найти занятие по душе, стань героем этого города и следи за порядком граждан. Участвуй и побеждай в глобальных мероприятиях с крутыми призами. Покори вершины криминального мира и заслужи авторитет. Или просто наслаждайся атмосферой свободы и веселья в режиме реального времени. И это все лишь малая часть того, что есть. Загляни в описание и играй вместе со мной, а мой промокод ХВАФ даст тебе отличный бонус. До встречи в Амазинг Онлайн, запустится даже у тебя. Так, сразу обозначу, если вы ждете от этого видео того же, что было в первых двух частях по Бруталексу, то лучше снисти планку ожиданий сразу. Попрошу вас не ждать полного стопроцентного прохождения, потому что... Ну вы что, ебанулись что ли, как я этот пиздец проходить-то буду? Так что воспринимайте это просто как лайтовенький обзорчик. Ладно, блять, по итогу я реально все это прошел, не судя строго, я умственно отсталый. Рассказ я все решил построить таким образом, начну я с того, что может быть и вызывало у меня какие-то сложности, но чем-то запредельным не показалось. И так постепенно буду двигаться к совершенно конченным уровням, которые даже не факт, что пройду. Выбрать самую первую мини-игру для разбора было, наверное, тяжелее всего, но начнем, пожалуй, с... Зомбаквариума. Вообще, в любом другом моде, стараясь выбрать мини-игру до самого начала, я старался бы найти баланс между проходником и чем-то, правда, интересным, чтобы не заставлять зрителя скучать с первых секунд, но при этом и не выкладывать все карты на стол сразу же. Но что забавно, проходниковых мини-игр тут реально нет. Это прям удивительно, если намеренно о таком задумываться. Типа, ну это прям редкость, что в каком-то моде автор настолько заботился о том, что все уровни были хоть маломальски интересными. То есть даже обоссанность Зомбаквариума реально стал куда интереснее. И из мини-игры, которая изначально существовала просто, чтобы являться отсылкой на другую игру в студии разработчиков, стал для меня довольно интересным игровым опытом. Ну то есть для наглядности, в первый раз заходя на уровень, вы увидите... Вот это. Не, ладно, не все тут знакомы с ПВЗ настолько, чтобы помнить суть каждого уровня, так что давайте прям с азов. В оригинале этот уровень был просто чем-то вроде веселой фермы, ты спавнишь себе новых коров, пусть это будут коровы, ты их кормишь, чтобы они не умирали от голода, они тебе дают солнышки, для прохождения этих солнышек нужно ровно тысяча, и обычно минуты за две, подкопив солнце, ты этот уровень проходил. Тут же эта веселая ферма стала нахуй экстремальной, вода, в которой эти коровы плавают, видимо отравленная, либо еда стала раз в то менее сытная, короче, блять, умирают они просто за считанные секунды. Кормить их нужно очень часто, а каждый мост, который мы им отдаем, стоит аж пять солнышек, что в наших условиях довольно немало. Причем есть для зомби такой прикол, когда они совсем голодные, и вот тут умрут от голода, они зеленишь, что должно служить игроку знаком о том, что пора бы их покормить. Только вот тут, во-первых, период, в котором они зеленые очень короткие, и также нужно еще суметь среагировать. А во-вторых, я тут заметил какой-то ебанутый разброс по времени от позеленения до смерти, то есть обычно он может побыть зеленым, ну типа секунды-полторы, а иногда умирает вообще мгновенно. Я не уверен, найду ли фрагмент, но однажды зомби умер у меня вот прям в ту же секунду, как позеленел, и это вообще ахуй какой-то. Вообще тут в целом нужно приложиться реагировать на эти позеленения, нужно даже вначале, чтобы сохранить двухначальных зомби, нужно приложить немало так усилий, и я именно умудрился попасть по ним курсорам в первые полсекунды после начала игры. Причем осложняет это еще и тот факт, что сразу же после ее начала эти зомби дропают по одному солнышку, и пытаясь их накормить, ты случайно попадаешь по этому солнцу, и зомби успевают умереть. Сохранить, причем в твоих интересах, именно двух зомби, а не одного, потому что сидя с одним, фармить солнышки на второго, ты будешь примерно миллион лет. В общем, дальше по уровню, сохранив первых зомби, ты начинаешь постепенно фармить с них солнышки и копить на еще одного, и, наконец накопив, ты, скорее всего, столкнешься вот с этим. Но выкупленные зомби тоже мгновенно умирают, и умудрись накормить его нужно снова в первые полсекунды. Ладно, пережив это, ты начинаешь фармить солнышки уже с трех зомби, а если повезет, то даже из четырех. И вот на этом этапе этот уровень превращается в какую-то нахуй ритм-игру, где ты должен в микротайминге попадать курсором по распределяющимся по всему полю с зомбарям, чтобы, не дай бог, не упустить, как эта пусечка сдохнет. Это ахуя не уровень, а он у нас сегодня, наверное, самый первый, и это про него я уже несколько минут рассказываю, представьте, что дальше будет. В общем, в своем прохождении, миллион раз переролив неудачные старты с приебанными зондры, я, как и подобает веселому фермеру со стажем, начал фармиться, и тут я уже словил какой-то прикол. В общем, один из проголодавшихся зомби решил словить за тупый, чуть из-за этого не сдох, то есть буквально вот перед ним еда, он не плывет, а просто решает встать на месте. Я напоминаю, с каждой секунды они все ближе к смерти, типа, жаль только этот додик этого, видимо, не осознавал, и вот когда он уже позеленел, мне пришлось экстренно заспавнить мозг, у него прям перед ебалом. Дальше я также фармился, заспавнил третьего зомби, продолжал ловить какие-то приколы с хитбоксами арены, из-за которых с краем мозга заспавнить нельзя, ну и накопив на четвертого зомби, мгновенно его въебал, сильно отгодившись в развитии. Он, как назло, появился далеко от хотбара, поэтому мышку до него я просто не дотянул. Снова фармлю, тыкаю им по еблам, и замечаю новый прикол уровня, а тут есть кап по заспавненным мозгам, то есть есть тут особое ограничение, из-за которого больше трех мозгов на экране находиться не может. Зомби у меня тут как бы четыре, и настроены хавать они серьезно, поэтому пытаться распределять три куска еды между четырьмя голодными ртами стало еще одной проблемой. И это все в рамках одного уровня, напоминаю, я даже не пытаюсь лить тут воду, просто бляски с зомбокварем стал реально чем-то инновационным. Дальше лучшее, пятый купленный зомби заспавнился в какой-то пизде, а я, начав панике кликать в сторону, пытаясь накормить, случайно заполнил кап мозгов. От этого я не смог накормить другого голодающего зомби, и по итогу откатился в развитии еще сильнее. Дальше снова фарм, из-за ограничения я потерял еще одного зомби, затем из-за тупорылых границ карты чуть не потерял еще одного. К этому моменту я стал уже активно использовать паузу для того, чтобы более удачно попадать в тайминги, помогало, увы, не всегда. Фарм с питью зомби довольно долго шел очень неплохо, затем один из них зачем-то решил плыть буквально в другой конец карты, где благополучно сдох. Затем на 800 солнышек я просто похуйни одномоментно потерял еще троих и остался буквально с одним. Фарм, естественно, пошел дико медленно, даже смотря на то, что у меня осталось всего 200 солнышек, копились они ультра долго, так что я решил накупить еще зомби. Не знаю, насколько умное это было решение, новые зомби для удовольствия не дешевое, но тем не менее я их все-таки приобрел и обнаружил кое-какой прикол. В общем, я плохо помню, но до этого мне вроде казалось, что эта мини-игра работает по такой схеме, а поплавав по аквариуму зомби, рандомно может стать зеленым, и в этот момент у него запускается таймер, по истечению которого он умрет. Таймер этот, как мне казалось, выраливает тоже рандомные значения, так я объяснял для себя тот случай с мгновенной смертью зомби после позеленения. Березона кормить зомби в их обычной фазе я не видел никакого, мне казалось, им там ничего не грозит. Как выяснилось позже, тут это совсем по-другому. В общем, специально для этого видео я обновился до версии мода 6.30, и тут добавили одну крутую фишку. При нажатии правой кнопкой мыши по зомби нам покажется его хп-бар, где мы как раз можем увидеть, сколько у него осталось здоровья. Фиксированное оно тут или нет, я так и не понял, как и не понял, если тут какой-то разброс между временем отнимания, но это и не так важно. Важно то, что кормить зомби есть смысл не только в момент, когда они зелёные, что открыло мне новую страту. Страту под названием СРАТЬ! Я просто начал спамить левой кнопкой мыши и срать новыми мозгами в толпу плывунов, а они там сами уже понимали, когда им лучше эти мозги съесть. Это чуть затратнее, чем точечно пытаться их кормить, один мозг тут стоит, я напоминаю, аж 5 солнышек, но зато убирает почти все риски. Ну и так, по классу мышкой сидя перед монитором аж 17 минут, уровень я прошёл. Дальше хочу рассказать вам об игровом автомате, тут, конечно, всё не так грандиозно, как на зомб аквариуме, но рассказать есть о чём. В общем, фишечка тут по сути всего одна, содержимое автомата тут сильно поменяли, и теперь тут другие растения. Все же остальные приколы уровня генерирует сам Брутал Экс, а именно его вариации зомби и изменённые растения. Теперь полноценных атакеров тут нет вообще, есть только саппорты, среди которых инстакилы, орехи, и как раз необходимые нам для прохождения подсолнухи. Главная цель уровня всё та же, надо собрать 2000 солнц, ну а до момента, пока мы их не соберём, уровень будет длиться бесконечно. Опсы у нас тут как бы не особо много, поэтому стратегия напрашивается сама собой, крутить автомат до победной. Собственно, началась заруба, первое, что я получил с автоматом, это грипп судьбы, его я сразу же поставил, потому что из-за того, что это дневная локация, взрываться он не будет. Дальше я получил кучу орехов, начал станить ими первых зомби, и по мере увеличения их количества, выпускал в расход какой-то инстакил. Самыми эффективными тут, как не другое догадаться, были перцы, а потому что вишня тут понёрфит, а грипп судьбы оставляет кратеры, так ещё и кофейное зерно требует, чтобы проснуться. Перцы же как раз наоборот, тут сильно прокачались, и теперь умеют взрывать ещё и вертикальную линию, что прям реально полезно, потому что одним перцем можно буквально всю волну зомби уничтожить. Так ещё и из-за обновления версии, теперь вертикальный взрыв выглядит адекватно. Кто не помнит, сцена, на которой я играл изначально, он вообще странно выглядел, какие-то огненные вспышки на секунду появлялись и пропадали, и вообще хуй поймёшь, какой области не дамажат. В новой же это пофиксили, серия мало того, что выглядит красиво, так ещё и хитбокс взрыва понятнее стал. По геймплею тут рассказывать особо нечего, просто ПКД автомат скрутишь и стараешься зомбей подрывать, да и уровень в целом только на рандоме и строится. Ну то есть буквально, в первой пытке мне, например, хорошо так повезло, и растения неплохо падали, и солнышки вполне успешно фармились, но в конце я въебал от того, что элементарно не доглядел за выжившими после взрыва зомби. Осталась тут эта огнита с дорожным знаком вместо шеста, а она, как мы помним, ну очень, блять, любит стягать через газонокосилки, и именно это, к сожалению, в конце и случилось. На самом деле, этого можно было избежать, доставил свои шесты он только при условии, если прошло некоторое время после прошлого прыжка, и перед ним есть ещё какое-то растение, так что если бы я просто успел выкопать этот подсолнух, прыжка бы не случилось. Я же, в свою очередь, просто не среагировал, подсолнух выкопал именно в момент, когда анимация прыжка уже начала проигрываться, а также ничего поделать с этим я тупо не мог. Вторая попытка была не такой крутой, падала мало, отчего, косилки я потерял вообще в самом начале, так что не до фарми всего 200 солнышек, также проиграл. Ну и третья, с нулевой заспамила меня вишни, и я поздравил всех первых зомбарей, дальше игра выстрела мне зомби-газонокосилку на верхней линии, его я убил в самый последний момент ещё одну выпавшей вишней, потом из автомата мне выпало три бловера, один из них сбил только что вышедшему газетчику газету, его законтрить нечем было, потерял косилку, на большой волне у меня вообще вышел Йети, какие шансы у этого я в душе не ебу. Снова повзрывался Мьёбла, потерял в конце все косилки, вздох снова отпрыгуна с дорожным знаком. Четвёртая попытка очень щедро надавала мне подсолнухов, потом орехов ещё, под конец вообще всё поле грибами судьбы засралось. Ну и в самом-самом конце, ебав всё, о чём я вам только что рассказывал, в самый последний момент он накопил нужное количество солнышек, и не дал очередному хуесосу шестом добежать ко мне до дома. Эм, так, про чё б дальше? Ну, возьмём чё-нибудь поскучнее, боулинг. Разберут мы сразу обе его части, и там отличий не сильно много. В общем, спаунрейт у этой мини-игры, как и у всех остальных, сильно увеличивает, но это как орехов для того, чтобы такое количество зомбарей контрить нам не особо хватает, в этой мини-игре добавили один новый прикольчик. За каждый страйк, то есть отскок ореха от одного зомбика к другому, нам дают какой-то особый вид ореха. За один, а сколько нам дают нихуя, за два, а сколько нам дают голову Йети, которые работают как обычный орех, за три, две головы Йети, за четыре, взрывной орех, за пять, вообще какая-то ебанина, там все и замораживаются, и обычный орех дают, и еще что-то, короче, пиздец. За шесть вообще ряд взрывных голов Йети, за семь, наверное, еще что-то, но я уже честно не хочу знать что, ну и затем всем уровень в целом становится проходимым. Спаунрейт у такой же, как и в хардмоде, то есть четыре очка, то есть зомби дохуя, так что привязать с ними подходить без этой фишки было бы реально просто невозможно. Тем не менее, совсем уж простым уровень не стал, не забываем про то, что в этом моде у зомби есть варианты, некоторые из которых ебать какие бесячие. То есть, например, вариант зомби 6 может перепрыгивать через орехи по несколько раз, вариант зомби с газетой имеют кучу хп, хотя по очкам стоит как обычно, и так почти со всеми. Также не забываем о том, что уровень этот конвейерный, то есть растения выдаются нам случайно, и в совокупности делает уровень ебически зависимым от удачи. Это, конечно, иногда может идти на руку и добавлять уровнем очков веселья, но не этому. То есть, блять, чтобы вы понимали, для нормального старта тут нужно в самом начале просто секунд 30 сидеть и ничего не делать, дождясь пока на конвейере выпадет побольше орехов. Только потом ты начинаешь хотя бы изредка кого-то убивать, но все еще на каплю в орехи старается одевать хотя бы нескольких зомби за раз, и только ближе к середине эта мини-игра разгоняется. Больше всего мне тут бесило терять косилки, и это даже не потому, что я хочу чувствовать себя суперкрутым профессионалом в игре, а потому что их использование больше мешает, чем помогает. То есть целая пустая линия для нас означает меньше потенциальных страйков, а меньше потенциальных страйков означает меньше, блять, шансов на победу, так как захуящие тут только базовыми орехами мы никого не можем. В общем, уровень этот местами очень душит, хоть и потратил на него попыток 5 от силы, но вот вторая его часть... Ой, бля, ну вот это уже то, что надо. Уровень стал в разы менее душным, во-первых, из-за больших орехов, очевидно, они как газонокосилки тут работают, а во-вторых, охуеете из-за зомби-танцора. Насколько же он делает уровень пизже, призывая постоянно потанцующих, он создаёт на поле больше зомби, и начинает делать больше страйков. И чисто из-за него уровень становится таким ебически крутым, что он просто готов прям сейчас пойти его перепроходить. Большие орехи тут как раз использовать вообще не хочется, потому что, ну я чё, еблан страйками жертвовая, так что просто по возможности всех, кого-то хуячил обычными орехами и головами йети. Но если будете играть сами, готовьтесь к нескольким подставам. Во-первых, вариация зомби-ведра с могилами может очень сильно поднасрать, потому что если он выстрелит могилу на самой последней клетке, это буквально ГГ, если у вас там нет косилки. Также если он заблокирует вам все три клетки, на которые можно ставить орехи, вы в принципе тоже въебываете, вы нужно достать зомби на той линии, способов становится куда меньше. Вторая проблема напрямую связана с первой, вылезающей в конце уровня из могил зомби. Вас-то трахнет, будьте уверены, на одной из пыток в первом боулинге так и въебал, произошло просто вот это. Ну и третья, тоже довольно существенная, если не знать этого изначально, головы йети бонусы от страйков не генерируют. То есть, чтобы вам выпадали всякие особые семена, нужно, чтобы зомби ебашил именно обычный орех, а их у нас на уровне в разы меньше, так что тратить их нужно с умом. Я их обычно ставил под ноги какому-то подобравшемуся близко к дому зомби, а за ним сразу спамил кучу голов йети, чтобы первый орех фармил нам бонусы, а остальные просто добивали толпу. Как-то вот так оба уровня проходятся, рассказывать о них по отдельности смысла особо нету, и идем к следующему. Дальше я решил разобрать уже реально кое-что интересное, вы меня, конечно, спросите, не перепутал ли я геймплей на фоне, чё нахуй интересного в Упырином? Но интересное тут есть, мини-игры это сделали пыткой нахуй над человечеством, и пыткой куда более ужасной, чем зомбаквариум. Начнем с обычного Упыриного, вторая его часть это вообще отдельная тема, а тут появились штрафы. За каждой твой затуп или мисклик игра будет снимать с тебя 10 совпадений, что реально весомо, а он уже фармится, а не так быстро. Цель же мини-игры в том, чтобы набрать 75 соответствий, собирая в ряд высоченные тут рандомно растения. Я понимаю, что большинство из вас и так знают суть это и других мини-игр, но оставлять даже маленькую часть аудитории, которая с повзымала знакомого об зеленной, я все равно не хочу. В общем, да, в таких условиях играть и приходится, ищешь возможные совпадения, имеешь растения, чтобы их получить, тщательно следя за каждым кликом, чтобы не делать это лишние 10 раз. Звучит не очень сложно, на деле в принципе тоже, штраф хоть и приличный, иной мини-игры сильно напряжение не сделал, но вот ее брата-урода, это пиздец. Это ну ахуй, блядь, ну просто ёбнись, это мини-игра как раз из того самого ряда, я ебу и плачу, невыносимый пиздец, отнявший у меня полтора часа времени. Смотрите, обращаюсь к тем, кто с мини-играми знакомый даже проходил, вот как вы играли в этот уровень. Ну думаю, примерно так. Какой же игры от тебя требует этот мод? Ебите меня в рот. Искать совпадения нужно этой ебаной крутилкой, которая еще хуй пойми как работает, и чтобы не ебаться с этим самым пониманием, в оригинальной игре можно было просто кликать в рандомные места и так мало-помалу проходить. Тут же, блядь, игра по-прежнему нас штрафует, и сука, не дай бог, ты не то что неправильное совпадение найдешь, просто нахуй мискликнешь, пизда всему прогрессу. Штраф тут, конечно, меньше, но сам факт его наличия уже эту мини-игру на грани невозможного делает. Ладно, а что по тактике? Да ничего, нужно сначала понять, как эта крутилка работает. Ладно, а что по крутилке? В общем, понять принципы ее работы это было довольно несложно, она просто сдвигает растение на одну клетку в рамках этого кружка. Делает это она по часовой стрелке, к чему еще привыкнуть нужно, благо стрелочки на кружке в нужный момент могут об этом напомнить. Но самое сложное, это именно научиться видеть потенциальные совпадения, что для неподготовленного к таким приколам игрока проблематично. То есть на прошлом мини-игре все понятно было, вот есть линия из растений, но один ее кусочек куда-то в сторону ушел, возвращаешь его на место, и все зашибись. Тут же... Ой, блядь. Я нахуй за столько времени, потраченного на уровень уже настолько, блядь, этой мини-игрой преисполнился, что он, наверное, все возможные расстановки растений, образующие линию, выучил. Две параллельные башенки из растений, буква Г в любом возможном направлении, при условии, что ее не подпирают ни с одной из сторон стен, как квадрат 2 на 2 клетки, вот такой вот зигзаг, и это только малая часть. Я уже все нахуй наизусть помню. И каково было мое удивление, когда я понял, что научиться искать совпадения это еще не главная проблема. Брутал Экс опять насрал. Насрал своими вариантами зомби. Зомби с газонокосилкой, зомби-орек с газетой, вариация танцора, игнориящее растение. Мало? Ускоренный футболист, вариант ведра, оставляющий могилы, зомби-орек с дверью и миллионом хп. Растения у нас... Ну, такие, блядь. Че тут? Горокострел, вот, да, ледяной горокострел, сильно-сильно. Спарагрипп, ну это вообще имба. Звезда, блядь. Понимаете, в чем цимес? В обычном буртале все эти растения были прилично бафнуты, из-за чего спрятаться зомби у них плюс-минус получалось. Тут же, блядь, со всеми этими новыми вариантами хуй я никого убью. Даже если ты все прокачки купишь, растения все еще будут сосать. Просто для понимания, когда я пытался пройти в турине с котом Сан, я четыре раза подряд ебал от вариаций танцора, пробегающий сквозь все растения. Его просто нельзя тут убить, у растений буквально не хватает урона. И это я играл с чит-кодом, чит-кодом удваивающим солнца, то есть мне уже проще было накопить на все апгрейды. Тут буквально даже скилл твой не важен. Даже если ты наловчишь и играть так, что будешь находить совпадения за секунду, то ты все равно рискуешь проиграть, просто потому что игра может неожиданно для тебя заспавнить этот вариант танцора. Было у меня такое, что буквально через несколько секунд после начала раунда игра мне такая, а совпадений нету больше, просто потому что у меня хуевый лей-аут со старта попался. Из такого состоит весь уровень, буквально весь. Игра захочет выпустить газонокосильщика, а она выпустит, она решит насрать херовой расстановкой, и она насрет, и от тебя тут ничего не зависит. Но, как говорится, терпение и труд все перетрут, не плюв колодис вылезет, не поймаешь, ехал грека через реку, так что просто с монотонным ебалом посидев перед монитором дохуле он времени, уровень пройти даже можно. Прошел я его без кода САН, не волнуйтесь, в тот раз я просто тренировался, а так что прохождение полностью валидное. Если уж возьметесь проходить вот мини-игры, то очень советую просто скипнуть конкретно эту читами, потому что уж поверьте, вам такого опыта не захочется. Для разнообразия можно поговорить о мини-игре, с возможностью выбирать семена, увидеть звезды. Суть мини-игры собрать звезду, что сделал я, охуел. От состава зомби, конечно же, сюда добавили горганцюа, блять, футболиста, прыгуна, что самое страшное, еще реально плохо, а стоимость звезды тут подняли. Тем не менее, атакующих растений, помимо нее, я сюда не брал, и засрал все слоты инстакилами. Прошел без труда с первой попытки, но из-за футболиста меняющего ряды, всрал по тупости косилку, чего этот уровень, конечно, вообще не достоин. Под конец даже успели два горганцюа выйти, но я быстренько засадил все звезды, и они мне даже ничего сделать не успели. Зомби-невидимка. Опять уровень с конвейером, на котором от нас ничего не зависит, только вот конкретно этот особенный. Он на пару с еще одним, мной считался, ну, таким, блять, полу-невозможным. То есть, я понимал, что за троти в него всю ночь без остановки, возможно, ты его пройдешь, но при адекватных условиях очень вряд ли. В общем, конвейер нам тут может предложить горохострелы, уже солидно, орехи, ледогрибы, перцы, и, как выяснилось позже, даже большие орехи. Зомби же тут, не особо, в общем, доконты с этими растениями. Всех, конечно, называть трудно, они тут, как бы, невидимые, но тут стопроцентно есть дельфин, зомбони, конусов, газонокосилковые вариации, ведро, ну, и, соответственно, обычный зомби. И, проблема тут та же, что и раньше. Брутал Экс опять насрал. Горохи от нас, блять, уезжают, нападают на нас до сумасшествия усиленные зомби и не менее усиленные их вариации, а ты сидишь и не знаешь, что со всей этой залупой делать. В первые попытки меня просто ебали, в самое первое я узнал о том, что на уровне вообще есть высокие орехи только под конец перед проигрышем, на второе даже смог как-то продержаться до конца и сдох хуй пойми от чего. Это вообще всю мини-игру идеально описывая, сдохаешься тут просто хуй пойми от чего. О, вот у тебя волна, вот ты вроде всех взорвал перцем, а потом в конце поля у тебя какие-то всплески и ты проигрываешь. Только на третье я додумался включить на этом уровне звук и выяснилось, что здесь еще и дельфины, что конечно многое объяснило. Звук я включил разве что только у себя, на записи забыл, но не велика потеря, думаю. Дальше еще несколько уебских было, их даже описывать как-то трудно, потому что ну буквально непонятно, что происходит на экране. И финальная была настолько страшная под конец, что ну обдрестаться, блядь. Не, вы представляете, пустая блядь лужайка, до победы один шажочек, но ты сука все еще сидишь как на иголках, просто потому что хуй знает, добил ты всех зомби или нет. Может быть снизу кто-то идет, а может и не идет, а еще у тебя косилок нету, а еще среди недобитых зомби может быть вариация ведра, призывающая тарзанчиков, которые могут спасить кого угодно и куда угодно. Если для вас это все еще не звучит убедительно, а то просто сами посмотрите, как для меня это выглядело. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Размаш с зондрием. Ну это просто прикол нахуй. В компании я этот уровень проходил с автокликером, хоть и подрубал его там для прикола чисто, но тут прикол внезапно становится реальностью, окуная нас ебалом вот в такие толпы зомби. Вообще я считаю, что воспринимать в уровне серьезно какая-то глупая идея, обнушенно я вот реально не знаю, как эту черту между честным и нечестным прохождением проводить. Ну то есть ладно, условимся, что долбить по зомбям собственноручно это честно, подрубать автокликер, пускай не честно. Но вот что насчет мышек, где есть кнопочка для дабл клика. То есть сам факт наличия такой мышки уже может увеличивать твои клики в секунду в два раза. А если ты сам нехуевенький такой сетапчик подготовил, научился предварительно драк кликать, выдавая блядом 120 кпс. Драк клик, для тех кто не знает, это такой метод кликания, который по сути легально позволяет ебанутых показателей клика в секунду достигать. В Майнкрафте с его помощью можно вообще вот такие штуки делать. Короче, я считаю, что вводить на этот уровень какие-то ограничения по допустимым способам его прохождения это какая-то полная залупа, а уровень все равно очевидно рофельный, просто для тех, кому по зомбям нравится потыкать. А так как любые попытки его усложнить это всегда просто ебическое вовлечение спаунрейта, то и нахуй такие усложнения собственно нужны. Когда я в хардмоде мне игры проходил, я автокликер использовать по какой-то причине побрезговал, вместо этого я через какой-то сторонний софт дал себе возможность убивать зомби на кнопки на клавиатуре. Экспириенс, безусловно, интересный, пиздатый, крутой, только вот в комментариях у меня все равно при этом спрашивали, почему я просто не скачал автокликер. Так что, в пизду, ваши схемы замудренные, я выставляю тысячу КПСиков и иду хуячить. Вообще, справедливость ради первую половину уровня я проходил самостоятельно, но уже на середине понял, что хуйня какая-то выходит и в срочном порядке подрубил автокликер. Был, правда, один прикольчик, играю в оконном режиме, чтобы запись адекватно вести, и вот стоило мне только немножечко сдвинуть курсор за пределы этого самого окна, ну то есть вы представьте, какую хуйню может вытворить вырвавшийся на свободу курсор с тысячей кликов в секунду, он там, блять, на палестину ракету случайно отправить можно, так что нужно быть максимально аккуратным. Мини-игра, правда, аккуратным быть не позволяет, зомби тут с каждой волной становятся все быстрее, и разблюдаются по экрану все дальше, поэтому вертетям только так и приходилось. Ну, такие моменты это еще не самое страшное, от количества зомби на экране игра у меня порой тупо зависала, что позволяло нам подольше насладиться видом застывших верхних половин бобслеистов. Вообще, наверное, нужно что-то сказать по поводу состава зомби, но я сейчас даже не знаю, что можно сказать, ну типа, вообще любая хуйня вылезти может. Вот здесь у меня вылез из могилы Лунтик Икс, вот здесь Слендермен, также на этом моменте был Херобрин, порталы. Тут они еще такая ебнутые, ну то есть вместо четырех порталов тут у нас шесть, и если в оригинале с ними все понятно было, а в один заходишь из другого выходишь, что тут? Ну я честно не знаю, как это описывать, сам создатель мода вряд ли понимает, как это вообще работает, но в общем, если зомби заходит в этот портал, он выходит из этого портала. А если зомби заходит в этот портал, то он выходит из этого портала. При этом, залетающие в этот портал снаряды вылетать будут из этого, Но залетающие в этот портал вылетать будут из этого Залетать вот в этот и вылетать из этого Но при этом залетающие в этот портал снаряды не будут вылетать из этого Залетать в этот вылет... Но при этом залетающие в этот портал снаряды не будут вылетать из этого Залетать в этот, вылетать из этого Залетать в этот и вылетать из этого Они будут... Нихуя они не будут В него растения вообще отказываются стрелять При этом эти порталы имеют свойство время от времени перемещаться Что нахуй отбирают нас возможность хоть как-то их отслеживать Чем зомби очень охотно пользуются и хуячат с одного конца поля до другого Тут ещё при этом зомби на шаре есть А куда ставить кактусы в таких условиях я вообще не знаю Поэтому большая часть проблем в основном случалась из-за них В этом моде если кто-то не помнит одной колючки кактуса Чтоб сбить зомби на шаре недостаточно Поэтому адекватно бороться с ними в некоторых ситуациях удавалось только вишнями А вишни тут как бы не бесконечны Поэтому да Продолжая говорить о приколах уровня Нередко тут и такая хуйня случалась А ещё такая Плюсом к этому всему тут горохострелы не стреляют вообще И просто съёбываются с поля А короче уровень подстать к моду прям Потратил я на это говно 4 попытки В первых трёх я причём сливался постоянно в одном и том же месте Незадолго после первой волны Мне кстати нравится как хорошо этот уровень дополняют вариации зомби из Бруталекса Типа вариация футболиста меняющая линии Может просто по приколу в портал на соседнем лайне забежать Вариация зомби с ведром с мишенью вместо головы Может призвать тарзанчиков Которые суют зомби прямиком в порталы Вариация шарика с чесноком может целую толпу на соседнюю линию с порталом направить Ну и в целом уровень мемный просто Растения тут довольно сильные Так что всё что нужно для победы это удачное расположение порталов Оно мне вроде как вырлилось Единственное вот эту вот толпу в конце только газонокосилкой получилось добить А в остальном нурмик Так предупреждаю Дальше чутка душная часть видоса будет Сейчас быстренько пробежимся по оставшимся скучным мини-играм Это не концовка если чё Оставлять душнину наконец-то не стал бы Просто надо с этой залупой покончить побыстрее И перейти к тому что называться мини-игрой в бруталексе достойно куда больше Сперва по самой хуйне Холон лайкюси Потратил я на это прилично попыток Аж 9 Но не то чтобы они прям сильно друг от друга отличались Ещё один конвейерный уровень где 90% решает удача А причём здесь этого игра даже и не пытается скрывать Потому что она может повести и на 4 ряда атакеров А может и всего на 2 То же самое с перцами То же самое с горшками То же самое с тыквами Если игра внезапно решит ничего из этого тебе в нужном объёме не давать Ты застёшь Из-за того что мини-игра эта в оригинале и отдалённой никакой тактики не подразумевала Здесь этого тоже нету Надеемся мы только на рандом Благо выразить нормальную попытку нетрудно В общем счёте потратил на это 40 минут Многовато для мини-игры Которая изначально создавалась просто с целью Поприкалываться арбузами против огромных толп зомби Иронично то что для оригинальной игры эта мини-игра реально была чем-то сверхъестественным Большие толпы там в новинку В то время как тут толпы большие блять всегда И когда толпы становятся большими Даже по меркам больших толп Это уже вообще в какую-то мешанину превращается И снова Бруталекс насрал Варианты зомби с ведром заспавнили по всему полю кучу могил Варианты с мишенью спавнили по кд тарзанками с ебанутыми зомби Что добавлял в игру лишний элемент рандома Это вообще ебать прикольно Когда тарзанка может спустить тебя просто в середине поля газонокосилку в конусе Которая неизбежно несколько арбузов задавит То же самое касается всяких там дверных придурков с кабачками в руках Давящие растения еще до того как приземляться даже Ну и таких примеров множество Мини-игры эти на наличие в игре вариантов зомби не были рассчитаны вообще Так что и сложность их никак не контролится Можно конечно все еще упростить ее кодом сан Который еще и конвейер ускорять умеет Но это мини-игры таких упрощений недостойно уж точно А так что пляшем дальше А не-не-не-не, секунду Сюда щомперов добавили, в оригинале их не было Ну все, теперь точно пляшем Ластенд Начиналось все за здравие Нам увеличили бюджет на 500 солнца Я начал выбирать растения для обороны Играть я собирался грахометами Они тут типа сильные С пынями так вообще пиздец Пока выбирал заметил что бесплатная водоросль В отличии от всех остальных бесплатных растений тут не заблокирована Потом что застроили весь бассейн по приколу Взял короче ее Взял эти самые грахометы В свободные суты накидал всякой хуйни по типу грибов без кофейного зерна И пошел воевать Первое что я блять замечаю Это то что я забыл взять кувшинку Иду переигрывая собираюсь заменить на него могилоед И тут я сознаю СТРАШНОЕ Могилоед дает 75 солнца Стоит он 50 Если посадить его на бесплатное растение мы будем в плюсе на 25 солнца Что это значит? Это значит что мы сегодня идем грабить казино НАХУЙ ЙЮХУУ!!! Сначала Бус это серьезно не воспринимал Получав всего 25 солнышек за одно съедение Фармить хотя бы лишнюю тысячу придется очень долго Так же чисто по фану захавал несколько водорослей И пошел играть нормально Сетап мой мгновенно въебал урона хоть и много, но идёт он только от проджектайлов, а значит, если выйдет вариация дверного с пальмой в руке, то оборонит пизда. Так, собственно, и случилось. Этот хуйлан своим щитом прикрывал ещё и всех задних зомби, так что оборону моё быстро выли. На второй попытке против этих хуёбков я решил взять колючки. В фарме я был настроен уже куда решительнее. Горячими клавишами старался как можно быстрее высаживать водоросли на бассейн. И вот, когда уже пришла очередь для могилоедов, их я высаживал так же, держа палец в нужном слоте, чтобы он сам постоянно брался в руку, я обнаружил новый нахуй обуз. Это вообще пиздец. Оказывается, могилоеды могут сожжать ещё и поверх других могилоедов. То есть, вы, блять, понимаете, обузить можно и с одной несчастной водорослью. Просто выстраиваешься ебическую башню из могилоедов, подбираешься и выпадающие солнышки. Это ахуй, так игру я ещё никогда не скамил. Обузов за историю моего канала, конечно, достаточно было, но этот прям совершенно другой уровень. Эта хуйня также позволяет ещё и деньги фармить, они тоже за сиденья растений выпадают, ну, штука довольно для меня бесполезная, всё, что можно было, я и так давно купил. На фарме в 10 тысяч солнца я начал, наконец, высаживать оборону и обнаружил страшное. Я снова забыл кувшинку. Сдаваться я, конечно же, не собирался, чё, зря фармился делал, что ли, так что просто выставил оборону как мог и пошёл хуячить. Как я собирался дефать бассейн, я думаю, некоторые из вас уже догадались. Горохомёты тут работают как три стрелы, задевающие соседние одних линии, так что, в принципе, костылями выживать можно было. Проблемой, правда, было то, что стреляют горохомёты по соседним линиям только если им есть в кого стрелять на их линии, так что убивали водных зомби, они довольно неохотно. Я уже молчу о том, что на бассейне нельзя удвоить урон пнями, а в нашем случае ещё и ущетверить его. Это, кстати, механика, о которой я ещё вначале рассказать должен был. Короче, мне очень много в комментариях писали поводу того, что пни тут могут сенергировать друг с другом. То есть, если поставить два ряда пней вместо одного, то горошеньки будут становиться не просто огненными, а нахуй раскалёнными адскими ультра-ядерными пулями, что ебать, как ломает баланс, если так подумать. На этом же уровне это, скорее, наоборот, что он мне во вред, потому что двойный урон на крайних от бассейна линиях делал бассейн ещё более уязвимым, и за то же наряду с горкомётами зомби, ну, слишком быстро умирали. Из-за этого же по окончанию волны у меня на воде вышло несколько зомби, солнца было всего 125, так что шансов ебать было предостаточно. Но я не пальцем деланный, проигрывать я был не намерен, так что сделал ебейший клатч, затянув одну гниду водорослей, меня следующий добив вишней. Когда снова дали возможность всаживать растения, я снова начал фармить как не в себя, чтобы иметь ещё больше экстра солнца для подобных ситуаций. Но что это уже не так бодро, а лучше на много могиларетов солнца обычно не хватало. Поэтому приходилось ждать, когда уже высаженные дохавают водоросли самих себя, подбирать с них солнце и высаживать новую партию. Помимо этого, я решил вообще отказаться от вне на крайних от бассейна рядах, чтобы урона по воде было больше, ну и в качестве дополнительной линии защиты это сделал бассейн водорослями. Импакт это причём не только с точки зрения обороны имело, а друбающиеся с водорослей солнышки тоже вполне могли помочь в некоторых ситуациях. Правда, большая их часть тоже была здесь бесполезной. Кстати, прикол, зомби с пальмой на самом деле не полностью неизвим к снарядам, за каждое попытание у него отнимается немножечко хп, а учитывая мою ебанутейшую оборону, отнимались они довольно быстро, так что даже эти черти проблемой не были. По окончанию волны снова произошла страшилка, зомби на воде вот столько осталось, в возрасте не сильно много было, а инстакиллы спорка дышатся. За стопивых ненадолго фонарём я выиграл время для того, чтобы перезарядилась вишня, ей я ёбнул вырвавшихся дальше всего, ещё часть что я себе затянула водоросль, оставшись я снова застопил фонарём и начал молиться, чтобы перезарядилось хоть что-то. Что-то действительно перезарядилось, верхний взорвал вишни, один из зомби после взрыва выжил, нижнего убил водорослями, а пока верхний был в заморозке, уже успел перезарядиться перец, и его я убил им. Снова дают время на передышку, убираю все могилы на поле, выкапываю лишние фонари, засаживаю бассейн водорослями, и моей самой главной ошибкой тут было, я не нафармил солнца. Я наивно посчитал, что 900 достаточно, оказалось это конечно совсем не так, учитывая как посреди левла я им транжирил, но главный ахуя чуть не случился по другой причине. На большой волне вышла вот эта падла. Помните его? А я вам блять напомню, это тот самый неуязвимый зомби с коробкой, которому похуй даже на косилке. Как же мне блять повезло, что до отката перца отстрывалось несколько секунд, поэтому поставив его так, чтобы он садил ещё в одинок с зомби, волна даже выдалась не такой тяжкой. На перерыве снова начал фармить, только в этот раз из-за побитой обороны фармить пришлось куда дольше, чем обычно. В этот раз про запасное солнце я не забыл, зафармил аж 3000 и выставив всё, что нужно, начал следующее нападение. Оно прошло опять без проблем, единственное, я потерял много горахомётов, но это не страшно, а солнце-то у нас бесконечное. Блять. Я кретин нахуй, моего лета стоит 50, у меня осталось 25, другими способами солнца тут не получить, делать больше ничего особо не было, начал нападение как есть, но моя верхняя половина лужайки пиздец, как страдала из-за того, что горахомётов там было мало. Ближе к волне начал происходить полный пиздец, из-за стреляющих зомби я лечился всех нахуй растений и зомби стало дохуище, но тут ЕБА! Чина красава, я знал, что они бесполезны и дай руку тебе пожму хотя бы Блять, он съебался уже Ну в общем, спасибо Чине за победу, а мы погнали к следующему уровню. Мы, кстати, тем временем уже на финишной прямой, посадили уже большую часть мини-игры, осталось нам всего 7 Одна из них, конечно, полная хуйня а фай с зомбусом почти не меняли и чисто хп ему больше сделали, но вот остальные В общем, не то, чтобы я прям делал это намеренно, но в итоге видос построился так, что началось с чего-то более-менее легкого и терпимого и шел постепенно по возрастанию сложности. Но сейчас мне это правило придется нарушить, я расскажу вам сразу про самый сложный уровень Тут он как бы, ну, очень трудный Вы не представляете, каким трудом мне давать победу Итак, первая минута прохождения, я высаживаю подсолнухи и мины Вторая минута прохождения, снизу поехал Зандробони горохострел, слава богу он подавился на мине. Третья минута прохождения всю минуту игра стояла на паузе простите, ребята. Четвертая минута прохождения четвертая минута прохождения на нижней линии поехали Бобстрее, я их взорвал перцем. Пятая минута прохождения при помощи имитатора перца я убил нового Замбони, он чуть не задавил мой фонарь. Шестая минута прохождения появилась Л2 Зандробони я убил их минами. Седьмая минута прохождения я поставил колючки они убили Бобстрею. Восьмая минута прохождения я поставил Двойные игрокострелы, они убивали зомби. Девятая минута, началась большая волна, зомби было очень много, я еле справился. Десятая минута, я поставил много колючек и двойной подсолнух. Одиннадцатая минута, а просто используешь заплодрик от камыши, в настоя минута, с трудом, у которого, возможно, даже нет работы, снимающий детский контент и стейка. Фу, бля, очень сложно было. Big Trouble's Little Zondress. Это именно та мини-игра, из-за которой это видео я не хотел снимать вообще. Я был на 100% уверен, что она непроходимая. Я вообще не пишу и не преувеличиваю. Мне достаточно поставить на фон вот это, и вы должны будете сами понять, почему я так думал. Смотрите, в чём проблема. Из атакующих растений нам даётся... Не даётся! Фуд, блядь, нет атакующих. Горокострел в этом моде, это одноразовое растение. Ладно, ничего страшного там нету, мы ведь проходили эту миниру на уровне 3.5. Не проходили! Там было две волны и дефолтные зомби, и тут же волны 3, и список зомбарей такой. Горганчуа и грохострельных зомби там, как нежно догадаться, не было. Да и третья волна, как бы, чутка сложнее уровень делает за счёт того, что спаунрейт ебать как сильно увеличивается. Ко всему этому добавляем прикол самого Бруталекса, который нам тут, во-первых, уменьшил урон Вишен, во-вторых, добавил вариацию зомби, превращающую всех в Горокострелов, и, в-третьих, убрал у орехов возможность взрываться. И в конечном итоге это всё приводит нас к тому, что уровень этот находится на грани невозможного. Добивающим фактором был такой прикольчик, короче, был для меня на ютубе чел, который тоже проходил мини-игры в Бруталексе. Вообще, если я ничего не путаю, то он в целом единственный на ютубе был до выхода этого видео, кто мини-игры там прошёл. В общем, суть в том, что даже он не прошёл эту мини-игру. Ну, то есть, буквально, чел сидит, трайхардит этот мод, проходит все мини-игры, но вот конкретно эту провозглашает непроходимой. Вот это вот всё в совокупности уже, как бы, мою веру в выход этого видео сильно подрывало. Но, смелишись с тем, что, в принципе, для одной мини-игры можно сделать исключение, я решил хотя бы попробовать. Итак, пройдя прошлые 9 мини-игр, встретившись лицом к лицу с этой, я дал ей, скажем так, шанс. Ну, то есть, всё геймплей мне и не вэй надо было бы записывать, так что хотя бы зайти в неё мне рано или поздно пришлось бы. Ну, и я всё же решил посмотреть, докуда я вообще тут в целом смогу дойти. Дошёл я, блядь, до конца. Вы сейчас, скорее всего, не особо охуели, у вас всего этого бэкграунда не было, но вот мой ахуй в тот момент записать словами трудно. Это даже не тот случай, когда я мог бы показать вам это через живую реакцию, потому что моей живой реакцией было просто открыть роты с охуевшими ебальниками и нужно смотреть монитор. Ну, ладно, охуевшие ебальники, это, конечно, хорошо, но как я уровень-то проходил? Кринж набор состоит у нас всего из четырёх гандонов, горохострел, орех, кувшинка и вишня. В каждого, кроме кувшинки, бруталекс как-то насрал, горох теперь скользит, орех теперь дебил, вишня теперь хуйня, но зомбари как бы душат ещё сильнее. Попыток тут было хуй знает сколько, а так как уровень конвейерный, расписывать их особо смысла нету, так что попытаюсь вам описать финальную. Началась она с того, что я ускорил игру в два раза, просто чтобы быстрее чекнуть, какие растения первыми вылезут на конвейере. Это уже нормальной практикой стало в прохождении конвейерных уровней, я на этой мини-игре так тем более, поэтому в начале каждого троя я в специальной программке выкручивал игре скорость. Возвращал её на место примерно, когда зомби доходили до середины и выбегали какие-нибудь футболисты, и вот там уже начинался основной геймплей. На этой попытке выпавшие растения меня вполне устроили, вырвались аж три вишни, орех и кувшинка, что в здешних условиях очень даже приятно. Тактика у меня была такая, если это конечно можно вообще назвать тактикой, в общем в верхней половине поля на второй линии я оставил орех, который зомби довольно быстро съедали, и он активировал свою обилку морозить зомби в радиусе 3 на 3. Пока зомбики заморожены, я им под ноги горкострел кидаю, которые кое-как пытаются их там выносить, а нижних забрасываю чисто вишнями. Дальше моя тактика заканчивается, начинается чистая импровизация, я блять не шучу, мой план действий буквально расписан только на первую минуту игры. Дальше реально уже ничего адекватно не продумаешь, потому что растения нам дропают рандомные, а зомби становится слишком много, поэтому просто остается надеяться на лучшее. Орехи на кранах от бассейна линиях это причем реально очень крутая стратегия, потому что выставленные таким образом два ореха технически могут сработать как кастрированный ледогриф, замораживающий почти все поле, кроме зомби в начале. Но конечно же только этим геймплей не ограничивается, а лучше помимо стана зомби нужно еще и как-то убивать. Самое страшное тут это зомби на воде, потому что если обычных мы еще можем хоть как-то убивать горкострелами, то водные шлют нас нахуй, так как горкострелы здесь тонут. Против них остается играть чисто орехами и вишнями, а что-то, что-то у нас как бы в дефиците, так что на бассейне мы наиболее уязвимы. Вообще отсутствие атакующих уже чуть ли не буквально заставляет нас проходить это молитвами, потому что ну реально, блять, в зомби нечем убивать, кроме вишни, да и она не особо охотно это делает со своим пониженным уроном. Просто до последнего остается надеяться на то, что конвейр не очередную кувшинку выстрелит, а хотя бы орех для стана и в лучшем случае вишню. Также не забываем сказать спасибо экс-моду за варианты зомби, больше всего мы тут будем ненавидеть меняющих линий футболистов, потому что они частенько просто орехи игнорят, и гондонов с ледяным грибом, потому что вот эти линии изо льда огромной проблемой для нас становятся. Играем мы тут, я напоминаю, вишнями, а так как их мало сажать, их нужно желательно прям в толпы зомби, но делать этого мы адекватно не можем, потому что все поле засрано льдом. Ну и самое страшное, здесь-то очевидно зомби с газонокосилкой, вы бы знали, как им похуй на мои орехи. Так еще и самое ужасное, что когда они их давят, а билка на заморозку просто не срабатывает, так как орех не проходит нужное количество стадий погрызанности. Говорят же о том, в чем бурталекс не виноват, но что все еще мешает. Подводники, которые аж с такой скоростью двигаются и хуй-то успеешь им что-то перед весом поставить. И, очевидно, Гига Гаргантюа. Это вообще отдельная тема, их убить просто, блядь, нереально, а в обычном буртале они вроде как от одной вишни без проблем отлетали. Тут же им штук пять, наверное, надо под ноги закинуть, за и то они уверены, что они после этого помрут. Понерфинная вишня, тут много мини-игр, как вы понимаете, руинит, но это заметно лучше всего. Прошло, как вы понимаете, просто чудом, тайминги в конце этого вообще аху, и то вишню в последний момент дадут, то орех, чтобы водных застанет, ну пиздец, короче, одним словом. Спамил паузы, я тут как ёбнутые, растения с конвейера выхватывал еще до того, как они вообще визуально появятся, спасибо кривым хитбоксам оригинала. Ну и с этой толпой в конце, пережив 10 сердечных приступов, я в полном аху, и это да прошел. То, насколько грамотно я тут взял вишни, меня до сих пор поражает, дайте мне за это Нобелевскую премию. Ну и чтобы этот триумф отпраздновать, попрошу вас там подписаться, да, лайк поставить, это хули, блядь, что зря проходил. Ну и наконец начинается самая шизофреническая часть видоса, а нам тут осталось ровно 5 забавных мини-игр пройти. Среди них тайт, за которой я свою жопу потом по кусочкам собирал, ну а начнем с... Ёбаный рот. Я тут недавно мини-игры открыл, ради интереса можно одну из них опробовать, там ботаника для этой цели, думаю, подойдет. Ну, кстати, не обманули, и тут реально у всех зонби вместо головы растения, но их состав мне все равно как-то не очень нравится. Взял то, что есть, и отправился в бой, и проиграл на первой же волне. Не, ну я честно не знаю, как проходить этот уровень, но можно спросить у моего друга рандом-шорта, он в таких делах профессионал. Блядь, ты можешь вот сейчас, ну нормально тактику подсказать? Слышь ты, блядь, не охуевай, ты чё охуел меня троллить, блядь. И те, скрашенная пида... Ты ебаный объект для троллинга, блядь. Тебя опускали, блядь, везде. Без причиндала вас! Блядь, я че настоящему позвонил, что ли? Этот уровень, хоть и стоит у нас в середине видоса, она начинает проходить мини-игры именно с него. И это реально уже какой-то традицией становится, но буквально в каждой части Brutal X у меня было стойкое ощущение, будто я играю в совершенно незнакомый для себя мод. Если с ночной крышей ещё плюс-минус ясно было, а принципиально новая локация, требующая от тебя принципиально нового подхода к игре, то тут сыграло несколько факторов. Во-первых, незадолго до того, как я вернулся в Brutal X, я долгое время проходил мод ПВЗ ремастерит и заметно так к нему привык. Причём, что было для меня ещё хуже, с Brutal X этот мод объединял несколько существенных вещей, играющих на восприятии, там также были горячие клавиши, чтобы быстро ставить растения, добавлена ночная крыша, бафнуто кофейное зерно с фонарём и прочее. И последнее, это, пожалуй, самое страшное, когда в модах появляются метовые саппорты типа блогеров Brutal, которые ты будешь брать на каждый уровень, при переключении между модами у тебя немного ломается мозг. В ремастере я, например, на каждый уровень брал кофейное зерно, потому что ему там давали способность увеличивать скорострельность растениям. И вернувшись снова в Brutal, на этапе выбора растений я впал в небольшой ступор, я просто забыл, какие растения нужно брать. Не в плане конкретно на этот уровень, а вот в целом я просто терялся среди этого огромного списка и элементарно не экспонит, что из этого вообще в мете. Масло в огонь подливали абсолютно новые зомби на уровне, с которыми я даже не знал, как бороться, и всё это в совокупности заставило меня чувствовать себя таким беспомощным. Я уже в тот момент чуть не передумал делать этот видос, в моменте мне стало страшно даже пытаться это проходить. Я просто чувствовал, что не готов к этому и лучше предварительно перебрати компанию или вроде того. Единственное, что немного спасалось ситуацию, эту мини-игру технически я уже проходил. Незадолго до выхода второго видоса по Бруталу я проводил на этом канале стрим, где пытался проходить все эти мини-игры. На Зомботане я как раз надолго и застрял, по сути все 4 часа стрима её я пройти и пытался, и уже в самом конце, подрубив чит-код на удвоенный солнце, всё-таки его прошёл. Это стало в какой-то степени моим спасательным кругом, появилось небольшое чувство уверенности из-за того, что эту мини-игру я когда-то уже проходил, хоть и было это полгода назад. В общем, я решил попытаться. Мод я предварительно принял решение обновить до новейшей версии, ранее в видосе я это уже упоминал, но если следовать правильной хронологии, то на этом уровне с приколами новой версии я столкнулся впервые. В этой части видоса я как раз оставил все мини-игры, которые лучше всего эти приколы продемонстрировать и могут, так что надеюсь вы уже соскучились по постоянным объяснениям изменений растений и зомби, тут этого будет много. Первая же попытка обрушила на меня крат нахуй из новых механик этой версии, взял сюда двухстрел для атаки, кактус для шариков и кучу инстакилов для орлигейма. Приколы начались буквально с выхода первых зомби, я узнал о том, что здесь изменили спаунрейт. На той версии, на которой я играл изначально, первые три маленькие волны всегда содержали в себе четыре обычных зомби, либо других равных им по внутриигровой стоимости, здесь же это число уменьшили до двух. Может показаться, будто игра стала сильно легче, спаунрейт буквально в два раза уменьшили, но это совсем не так. Ограничение в два вэллюпойнта держится здесь только первые две маленькие волны, затем же игра начинает усложняться ну слишком, блять, быстро. Уже на третьей волне зомби выходит четыре, а на четвертой волне их становится сразу восемь, так что просили нам только первые минуты две геймплея. Назвать это прям чем-то существенным трудно, сами уровни легче от этого не становятся, но то, с чем эта фича действительно отлично справляется, ролить нужно меньше. Раньше приходилось один и тот же уровень перезапускать раз по десять, просто чтобы найти попытку, где зомби в рамках установленного капа выйдут адекватно, и ты сможешь их хотя бы убить. Тут же, наверное, все возможные начальные расклады могут быть законтрены, что делает геймплей куда менее душным. Что забавно, разработчик рестартеру даже поощряет, в этой версии добавили дополнительную кнопочку в меню выбора семян, возвращающую в хот-бар все выбранные на прошлой попытке растения. Насколько же это охуенно, вы не представляете. Проходя ночную крышу, я, блять, каждый реролл по-новому выбрал все растения, стараясь держать в голове весь десятистрочный список. Я уже настолько это сотрачил за столько раз, что мог просто за несколько секунд колоду собирать. Тут же я от этого уже отвык, да и отлаженной тактики у меня как бы не было, поэтому функция эта очень удобная. Первый щелчок у меня в голове произошел, когда я заюзал в начале уровня перец, о том, что он взрывается плюсиком, я, естественно, на тот момент уже забыл, а тут еще и анимацию нормальную сделали. Механику эту я, конечно, сразу же запомнил, что в следующий раз перец более эффективно юзать, и продолжил фармить солнышки, отбиваясь от зомби минами. Наконец настал момент уровня, когда игра начинает не стесняясь спамить врагами, и тут мы сразу же знакомимся с новым для этой мини-игры зомби. Ёбаная сука, с шестом стало еще сильнее, а теперь не просто, блять, бежит и прыгает, а бежит, прыгает и топчет растения под собой. Мало того, что этот хуйсос уже кучу проблем нам может доставить, потому что ему просто похуй на защитные растения, но тут есть еще и его вариация с дорожным знаком. Я, блять, не шучу, на этой мини-игре варианты тоже работают, и теперь против нас тот пропущенный кибер-юбок, при желании давящий всю нахуй линию. Он работает буквально как обычный, только теперь давит растения, его основную обилку вообще никак не понерфили, а пока что более ебанутого врага против нас не было. Изменился тут также и футболист, вместо головы у него могилоец, только вот это вот пиздобольство, и могилу он не убирает, а ставит. Я, к сожалению, на эту провокацию повелся, и уже свой могилоец сюда не взял, для чего мое поле в скором времени превратилось в кладбище нахуй. Ставит у них как раз непосредственно съедая растения, а чтобы мы не обузили лопату и не байтили его, как, например, Хуйлана с лопатой с ночной крыши, ему тут сильно увеличили урон. Он буквально с 3 укуса растения съедает, так еще и сам по себе быстрый очень, так что реагировать на него элементарно не успеваешь. Враг тоже довольно противный, по описанию даже хуже чела с дорожным знаком, но надо понимать, что внутриигровая стоимость у них сильно разнится, так что и появляется футболиста довольно редко. Ну и еще если взять все-таки могилоец, то с этих самых могил можно фармить солнышки, но это уже мелочи. Попытка эта оказалась въебанной как раз из-за этого самого футболиста, ебучий работник ритуального агентства сначала просто захавал Муэми, но и насрал могилой в очень неудобном месте, а он второй такой же на похуй пробежал через всю линию и забежал ко мне в дом. Я его конечно предварительно попытался взрывать перса, но перса тут как видите немного похуй, а все из-за другого нового зомби, питер с коробкой или да грибом. Теперь когда он взрывается, он просто стопит все наши растения, причем даже не как растаман с магнитофоном из ПВЗ-2, который стопил только тех, кто уже стоял на лужайке. Он прям целиком деактивирует лужайку на несколько секунд, что ну очень противно и давать ему взрываться ты будешь хотеть меньше всего. У всех этих придурков причем также есть свои вариации, чел с коробкой может быть невидимым и также на похуй идти через все растения, футболист умеет менять рядыш, что с моей стратегией очень мешало, а вместо зомби ореха с дверью мог выйти зомби орех с газетой, вытаптывающей весь ряд после ее потери. Ну в общем прикол вы поняли, были тут еще и зомби на шаре с ромашкой, себя они благо не подрывали, но в то же время других приколов я за ними не заметил. Есть у меня предположение, что они должны были что-то делать в обычном брутале, а бруталекс какой-то из своих фишек случайно перекрыл ему эту обилку, но хуй его знает на самом деле. Мы что-то ему по приколу ромашку приделали, чтобы в стилисику уровня вписывался. То же самое с зомби спога, вместо ебала у него трусогрибы в аналогии с обычным трусогрибом, это тоже бесполезный хуйсос, на уровне там я их вообще не замечал, хп у него мало и новых обилок нету, так что он просто сливался с толпой обычно. Немножко он выделялся, когда принимал облик какого-то другого зомби и у нас по экрану начинала прыгать тарзанка нахуй или еще кто-нибудь, но кроме визуальных отличий у него никаких особенностей нет. Даже несмотря на то, что проиграл здесь из-за футболиста, газнокосилку я въебал именно из-за зомби на шаре, просто потому что у меня не было денег на кактусы. Так я довольно быстро понял, что играть лучше катапультами, так как они это пожалуй самое эффективное оружие против шариков в этом моде, поэтому в следующую попытку я играл уже с арбузами. Не знаю правда зачем я снова взял эту стрелу, а два вида атакеров на подобном уровне это затея очень глупая, так что за весь уровень я ни одного и не поставил. Поставил я зато арбуз и не один, а целых два, только вот видимо не учел, что линия у нас пять и въебал еще раз. Нижние три ряда я очень долго пытался отвоевывать чисто с аппортами и минами, что конечно эффективно в начале, но не после первой волны явно. Зомби естественно очень много становится, а из-за того, что мы кучу сон затратим на перца и вишни, на арбузы нам не хватает, так что слив был делом времени. В следующий раз слотами я распорядился чуть умнее, двустрел я конечно же не брал, от ледяных арбузов я решил тоже отказаться и вместо обычного ореха взял высокий. В оставшиеся слоты набрал еще больше саппортов, взяв при этом имитатор перца. Перец тут реально самый сильный инстакил, и это даже не потому, что слон и вишни с кабачком понерфлены, а потому что со своей новой обилкой он не сильно уступает даже грибу судьбы. Вертикальные взрывы очень сильные, это я повторять не устану, возможность взрывать всю только что вышедшую волну слишком имбовая. Единственное, что я не учел, свободный слот стоило потратить на могилоед. Поле снова засралось, играть в таких условиях было невозможно и пришлось начать сначала. У вас, кстати, возможно, появился вопрос, почему я не уязал тут бловер, и дело банально в том, что я забыл. Опять же, я просто отвык от здешней меты, поэтому то, что я до этого брал без раздумий, теперь я начал забывать. Благо, дальше я уже начал постепенно к моду снова привыкать, стал брать, например, фонарь, без которого, если вы помните, раньше я не играл вообще. Ну и так я бы, наверное, уже окончательно адаптировался, а если мод снова не вывалил на меня несколько новых механик. Они, как я понял, тоже пришли с обновления инверсии, арбуз и высокий орех теперь бафнуты. Причем бафнуты так существенно, учитывая, что они сами по себе довольно сильными растениями были, и эти змеи меня очень сильно удивили. Начнем с ореха, на эту убытку я как раз его впервые взял и обнаружил вот такое. Когда зомби его едят, им наносится урон. Урон, причем, довольно существенный, нескольких зомби может запросто в соло убить, сокучить с моей стратой, сочетается прекрасно. Так как высаживать в подсолнухе вертикальными ряточками тут не варианты за зомби-грохострелов, я высаживал их горизонтально, и в конце линии ставил защитное растение. С этой обилкой моя тактика заиграла новыми красками, и так как благодаря этому можно было вообще хуй забить на защиту уютов с экономикой и сфокусироваться на остальных. Ну и арбуз-то вообще пиздец какой-то, ему тут добавили аж две новые фишки. Теперь он умеет стрелять огромным арбузом, нанотящим кучу урона, и раз несколько выстрелов, выкидывает кучу арбузов, равное количество зомби на линии. Работает это, причем и на ледяной арбуз тоже, и мне реально непонятно, зачем вот так усиливать. Арбуз это и так эндгейм растение из-за своего урона и сплэша, а в этом моде у него еще и цена понижена была. Им даже в старой версии этого мода без этих фишек уже можно было всю ночную крышу соло пройти, а тут со всеми этими новыми приколами, ну я даже не знаю прям. С другой стороны, если я когда-то буду делать терлист всех растений в этом моде, арбуз я без раздумий поставлю в С-тир, да и геймплей над всеми этими новыми бафами играть приятнее. По итогу идеальная тактика на уровне была найдена, несколько не очень успешных попыток позади, и вот наконец финальное. Началось все как обычно, начал высаживать подсолнухи на двух рядах, выставил на них орехи для защиты и защищал центральные ряды. Когда места на тех линиях не осталось, я начал спамить подсолнухами посередине, также по возможности их защищая. Параллельно этому высаживал арбузы, чтобы не одними только инстакилами играть, и в первой волне у меня уже была отличная оборона. Забавный, кстати, момент, взрыв льда гриба с коробкой хоть не дают нам использовать некие инстакил растения, но на обилку фонаря станет еще уменьшать зомби, это никак не влияет. Не то, чтобы это прям какую-то роль сыграло, но просто забавная недоработка. И вот так вот, с тремя рядами арбузов уровень я закончил. Дождь и семян. Здесь это ощущение того, что игра вышла в совершенно другое, усилилось еще больше. Дают нам на этом уровне все растения, и когда доступно буквально все, заметьте какие-то изменения еще проще. Тут такого было навалом, сам уровень, по сути, начался с того, что чуть не убедило меня в том, что играть мне придется одними только саппортами. Ну то есть в прошлом до него я проходил игровой автомат, там как раз реально такая ситуация была, дропали нам только саппорты, чтобы от зомби защищаться. И вот я запускаю эту мини-игру, сижу, жду, когда нападают растения, а игра буквально выдает мне сначала могилоец, потом несколько ледогрибов, потом перец, потом снова ледогриб, потом снова могилоец. Тем временем у меня не то, что могил на поле нету, у меня даже зомби еще не вышли, и нахуй мне есть этот наборчик, конечно, не особо ясно. Но я не растерялся, а посадил могилоец на ледогриб, взорвал на рандомной линии перец, и игра наконец дала мне хоть какого-то атакера, двух стрел. Двух стрел у нас как бы одно из самых сильных растений в моде, а просто всю линию звездой хуячит, и еще бонус мурон в одну горошину наносит ближайшему зомби, так что старт приятный. Вообще, напишите, хотели ли бы вы, чтобы я какой-нибудь тирлист растений из этого мода сделал, лучше поменять буквально почти всех, и оцените, сравнить каждого из них было бы интересно. Дальше дропнули звезду, что довольно неплохо, хоть стреляет она хриво пиздец, двух чумберов и еще какой-то фигни по мелочи. Ко второй волне у меня уже неплохая такая оборона начала выстраиваться, но потом произошло страшное, мою нижнюю линию тотально прорвали инвалид без руки, футболисты, огнедышащая дверь. Я с таким нихуя сделать не мог, потому что футболисты в этом моде даже под заморозкой очень быстрые, так что ряд быстренько был проебан. Дальше на той линии у меня случилось, не поверите, блять, то же самое, снова футболисты двери, но тут проигрыш уже без шансов. Еще одна попытка, таких же приколов, как в начале прошлой тут не было, атакеров начали давать сразу, но ближе к первой волне игра снова решила приколоться, на той же линии, что я в прошлый раз снова выбежал в футболист, спасибо, блять, за информацию. Косилки я лишился, и когда то же самое произошло и над бассейном, лишился еще и мотивации продолжать эту попытку. Дальше довольно неприятная попытка была, трахали меня с самого начала и до самого конца, вот мне дают орех, на линии с ним выпекает газета и топчет его, вот я ставлю морозный горох, на линии с ним выходит дверной, у которого на заморозку похуй, а за ним еще и кабачок идет, вообще заебись. Ну и кончилось все тем, что на бассейне вышла газнокосилка и выпала прямо к двери моего дома. Со следующей попытки уже, наверное, самые главные открытия начались, в самом начале я по привычке поставил фонарь ближе к туману, но совсем забыв о том, что в этом моде фонарь пофиг где стоять, он весь туман убирает. Это на самом деле довольно существенной ошибкой было, туман тут все же выступает довольно серьезной проблемой, если бы я сразу догадался поставить его подальше назад, было бы куда проще. Дальше из прикольного, пень тут умеет оказывается поджигать ледяные горошины, так для этого еще и текстурку отдельную добавили. Похоже это больше, конечно, на усиленные синие горошины второй части ПВЗ, да и про логику этой хуйни стоит, наверное, промолчать, но все равно круто. К актусу, как выяснилось, тут сильно подкрутили хп, из-за чего он стойко стоит довольно продолжительное время, даже под шквалом горошин. И это вообще парадоксально, растение настолько бафнули, оно типа и дпс в три раза больше наносит, и отталкивает, и как защитное растение работает даже, но использовать его планомерно все равно как-то не хочется. Тут еще, как выяснилось позже, он дамажит зомби, когда его едят, хадуриан из второй части ПВЗ, или тот же высокий орех в этом моде, но я уже не помню, в какой момент и на каком уровне я это выяснил, так что пофиг. Кстати, про высокий орех, у него аналогично с обычным тоже есть замораживающая обилка, он также на последней стадии деградации морозит всех в области 3 на 3. Но при этом, когда его доедают, он морозит вообще всех на поляне, что реально очень сильно. Ну и там еще по мелочи всяких приколов было, а кукурузы иногда кидают масло по области, но это еще в первой части Брутала заметить можно было на этапе с крышей. А еще дроп солнышек зомби не рандомный, как я думал, а фиксированный. Но, во-первых, кому не похуй, во-вторых, мне не похуй, так что когда эта толпа вломилась ко мне в дом, начать пришлось заново. Следующая попытка была прям красивая, и все поле у меня тут было усеяно зелеными цветочками, и урон они наносили отличный, и все вообще супер класс, но тут... В тот момент у меня в голове реально что-то щелкнуло, у меня прям жесткий флешбек к моему прохождению кампании случился, когда я снова его встретил. Я с ним до этого момента виделся чуть ли не год назад, ночную крышу я еще в январе проходил. Я, может, конечно, излишне драматизирую, но это реально как будто спустя годы, когда ты уже забыл обо всем и начал жить спокойной жизнью, и внезапно встречаешься с каким-то хуесосом из своего прошлого. Из-за него я проиграл. Прямо как год назад на 4,2. Прямо как кучу раз подряд на 5,9. Прямо как на уровне 6,6 на ночной крыше. Мой еблэд тогда видеть надо было, я сначала просто шалелым лицом перед монитором некоторое время сидел, а потом вовсе перерыв от игры решил сделать из-за этого. Вернувшись на следующий день и начав играть, угадайте, что еще раз случилось. То же самое, блядь, буквально первая попытка, и я въебываю из-за него же. Но в этот раз я, конечно, уже не так впечатлен был, так что начал играть дальше. Везло мне уже не так сильно, мне даже сказал, вообще не везло, на следующей попытке игра хуям перезагрузила мне компьютер. Все эти разы, когда я в видосах рассказываю о том, как мне синие экраны смерти вылезают от ПВЗ, я вообще не шучу, у меня одного видимо реально такой прикол, порой окно с игрой у меня просто чернеет, и компьютер начинает перезагружаться, и это буквально никак не войдется. Такие моменты я, конечно же, обожаю, особенно когда из-за них я какую-то очень успешную попытку въебываю, благо этот случай был не таким, и попытка там не особо была похожа на победную, так что не страшно. Еще одна попытка, по классике в самом начале трахал я, а потом трахали меня, описывать вам тут особо не буду, вот перемоточка на заднем плане играет, наслаждайтесь. Этот урин, кстати, похож на 2.10, с тем, что адекватно позволяет нам использовать трусогрибы. Они тут, если вы забыли, тратят солнце за выстрелы, а так как на этом уровне нам солнце нам пофиг, грибами можно нормально так пользоваться. Солнце тут тем более возобновляемое, могилоеды и водоросли, умеющие их дропать, тут есть, так что первый в мире адекватный трусогриб гейминг прямо сейчас на ваших глазах. Еще, кстати, помню, как мой коллега-ютубер, снимающий видосы по хардмоду, оставлял мне комментарии, мол, сам попробовал этот мод, трусогриб реально хуйня, я был прав и все такое, но закликивать типа не обязательно. Я в какой-то момент об этом вспомнил, решил сжать левую кнопку мыши на нем, и это реально так работает. Когда зажимаешь, ну мало того, что автоматически, я так чуть-чуть довольно быстро начинаю стрелять. Можете, кстати, к этому челу на канал зайти, как бы, ну, ни на что не намекаю, но можете, там, начать требовать, чтобы он Брутал Экс снял, например, как бы, опять же, ни на что не намекаю, но вдруг прокатит. Вот на это вы еще подписаться можете тоже снимают Брутал, только без Экс-мода. Вот этот вот классный канал тоже вообще недавно стартанул, снимает хардмод. Вот этот тоже прикольный, моды на Андроид снимает. Мне никто из них, если что, не платил, они даже не знают, что я их тут упомянуть планирую. Тем более, снимают-то реально прикольно, челы, а аудитории у них довольно мало, так что, что бы нет. Ну и вот она, финальная попытка, начало было уже многообещающим, на бассейне у меня рядочком три ромашки стояла. Особо отчаянно и, наверное, жут, что я у нее какую-то пользу нашел, но эта ромашка, блять, какая нахуй польза. Фонарь я тут высадил на бассейн самый конец, чтобы тяжелее было достать. Там же был довольно важный для уровня магнит. Ну и все это, естественно, пошло нахуй, потому что стоящая на том ряду звезда, стреляют куда угодно, но не туда, куда надо. Магниты, правда, потом еще нападали, но от остаток уровня я играл уже без фонаря. Дальше меня не особо душили, тарзанчики, если что-то и пиздили, то всякую хуйню, от хрена уебищных вариаций особо не выходило, прочные зомби кондрились магнитами, да и без них оборона была довольно сильной. Вот так выглядело поле в самом конце, рассеяние тут, конечно, не густо, в оригинальной игре под конец этого уровня обычно мощнейшая оборона выстраивалась, например, но что есть, то есть. Дальше небольшая сценарная передышка, расскажу вам о довольно лайтовом на фоне остальных уровнях. Зомби-нимбл, зомби-квик. В оригинале эта мини-игра была ну полной хуйнёй, состав зомби был просто смекотворный, фишка уровня с ускорением не то, что не мешает, а даже помогает не заскучать. В общем, тут игру слов из названия взяли за основу куда плотнее, чем в оригинале, и захуячили сюда вообще всех быстрых зомби. Нечто подобное опять же было и в обычной ПВЗ, а там тоже на уровень засунули зомби-шестый дельфина, типа быстрый они, пиздец, просто энерджайзер, блять. Но угрозы они не представляли никакой, уровень проходится тупо высокими орехами, так что идея его целиком и полностью руинилась. Тут же как раз просто пиздец, а не состав, как мы помним, футболиста, зомбони и подводника очень сильно ускорил сам мод, остальные без этого ебать какие быстрые, так что надвигающиеся проблемы я почувствовал уже на экране выбора семян. Помимо этого всего, вот тут ещё и сам уровень ускорен, блять, не в два раза, а то лишь в пять, то ли в десять, я вообще не ебу. Я намеренно ходил на этот уровень со спидхаком, чтобы понять какая тут скорость, но тут видимо стоит какая-то защита от её изменения, потому что уменьшив её в десять раз, результат вообще почти не заметил. Потом я уже при помощи магии монтажа пытался понять на сколько уровень ускорен, но уменьшил скорость геймплея в пять раз и вроде бы похоже на оригинальный темп игры, но всё ещё немного быстрее положенного. Короче, хуй его знает, но условимся, что увеличена скорость тут в пять раз. В таких условиях играть, конечно, ебать весело, а тут и обычные-то зомби начинают пиздец быстро двигаться, а всякие футболисты, ну просто нахуй в торпеды превращаются, им часто хавать мне цветы. Единственная моя претензия к этому уровню, зомби на шаре. Зомби на шаре это реально кринж, а его появление на уровне просто кричит тебе о том, что тактика тут всего одна, играя арбузами. Ну просто правда, арбузы это самый адекватный путь борьбы с ними, бловер их не шотает, хактусы идут нахуй, остальные катапульты слабые, и остаётся играть только арбузами. Ну и МБ можно приплести ещё кашкамышей, но я их не люблю, да и если играть ими на уровнях без бассейна, то требуют они аж два слота, в тремя как арбузы всего один. На первые убытки я их использовать, конечно, попытался, но из-за пониженного урона и повышенного спунрейта, они, блять, больше мешали, чем помогали. На них отвлекаются, что поставить, они даже никого убить не могут, так что следующую попытку я играл уже без них. Опять весь геймплей от арбузов, для сана тут высокие орехи, короче, ничего нового. Разве что из-за скорости уровня ни о каком равномерном уроне и речи не могло идти, про симметрию я вообще молчу, так что выглядела лужайка как-то вот так. Все подсолнухи на воде, здесь зачем-то мины, здесь призрак до единого ореха, ну здорово, реально. Короче, уровень прошёлся, слава богу, помянем мои пальцы и идём дальше. Зомботаника вторая. Уровень реально какой-то даунский, с тех писать сценарий я пытался вспомнить, что я вообще из этого уровня помню и понял, что не помню ни хуя, а пошёл смотреть записанный геймплей и понял, что ни хуя там в принципе особо и не происходило. Он чем-то на 6,9 ночной крыше похож, тоже вроде бы сложный и тоже вроде бы потратил на него приличный так времени, но рассказать про него особо нечего, никаких особых эмоций при прохождении он не вызывал. Всех зомби отсюда мы причём уже видели, в отличие от первой зомботаники и кого-то принципиально нового сюда не добавляли. Все эти ребята уже встречались на ночной крыше, горокострелы с дверью, пулемёты с ведром, кабачки с лопатами и персы, блядь, с конусами. Блядь, по-моему, это сложнее, нет? Мммм, блядь, там какая-то бомба. Блядь, меня взорвали нахуй, ну ёк твою мать, ну как я заебался, блядь. Что забавно, этот уёбыш вьетнамские флэшбеки у меня уже не вызывал, к нему я вообще на похуй отнёсся, хуй знает о чём дело, наверное, потому что я с ним уже не так давно на 7 локации виделся. Проходить я взялся мракогрибами, выставлял их на бассейн и хоть выглядит это как какая-то, ну прям, тупорылая стратегия, с ней я умудрялся держаться довольно долго. В первый раз я с ней вообще почти до финальной волны дошёл вздох, просто из-за не очень удачного использования блойера. Ну и во второй раз то же самое, только здесь ему ещё больше похуй было, он даже не покрутился. До сих пор не понимаю, как этот ебаный блойер вообще работает, по-моему, и так довольно непонятной механики нанесения урона, он иногда может просто не покрутиться, блядь. И с такими сталкивался на протяжении всего прохождения и думал, что просто какие-то условия не соблюдены. Ну тут вообще наоборот, на поле куча зомби, у каждого из них какие-то металлические штуки, а он именно от их хп скейлится, как я понял, но при этом блогеру всё равно поебать. То есть делаем вывод, что у него ещё и для посадки какие-то условия есть, но я уже, честно, хуй его знает какие, у него лучше спросите, я и так за три части уже подзаебался пытаться принципы работы понять. Ну и рассказывая о приколах, не упущу шанс рассказать вам о приколе, а водоросли тут очень забавно синергируют с зомботаниковыми зомби. Затягивая под воду орех, они дропают орех, затягивая под воду перца, они дропают перца, затягивая горокострел, дропают горокострел, ну и логику вы поняли, короче. Дропы с водорослей вообще в целом, как выяснять, фиксированные. То есть это же не только про зомботаников, но и про обычных зомби тоже. Я раньше думал, что эти солнышки игрой рандомно выбираются, но это вообще не так, там прям за каждым зомби свой вид солнца закреплён. Механика забавная, водоросли тут, конечно, хоть и куда менее эффективно, чем просто отдельным сладом орех или перец взять, но чисто за то, насколько меня эта синергия прикалывает, я брал именно их. По сути, я реально отдаваясь себе об этом отчёт, добавлял в свой геймплей лишний элемент рандома, но меня тут мензо что-то прям совсем не ебало. Короче, дальше я решил играть уже не грибами, а пушками, ну и очевидно, думаю, что сменой тактики я не уровень легче пытался сделать, а просто очередного прикола прохождения добавить. Ну согласитесь, взрывать семью было куда веселее, чем просто по классике убивать, так что даже осознав, что тактика это ну полная хуйня просто, я чисто из принципа не стал её менять. Пушки тут реально пиздец дорогие, даже с имминатором подсолнуха у меня не получалось хотя бы две высадить, но я, как вы понимаете, упёртый, так что ничего менять я не собирался. С начальным развитием тут вообще беда, а подсолнухи наши постоянно находятся под обстрелом, из-за увеличенного спаунрейта всякие пулемёты выходят чаще, а защитные растения мы выставлять не успеваем. Плюсом к этому тут ещё и кабачки всякие есть, которые могут просто толпами выходить и давить нам растения, а так ещё и любые орехи из-за них просто бесполезными становятся. Поэтому, кстати, моя изначальная страда с мракогрибами показывала себя так хорошо, на бассейне кабачки не выходят, так что наши атакующие были в безопасности. Могли нам, конечно, и перцы ёбнуть, но урона мракогрибов обычно достаточно было, чтобы это предотвратить, так что за воду я обычно не сильно волновался. Короче, трейхардил я страду с пушками где-то час, и в конечном итоге, приняв решение просто, ну, скажем так, забыть про их существование и начать играть обычными зернопультами, я эту хуйню реально прошу. Если вас интересует вопрос, как я, сука, одними только зёрнами убивал зомби высоких орехов, то ответ очень простой. Бловеры. Это вообще самый наглый способ здесь чизить, видите ли, все зомби имеют тут какие-то железяки, да и просто хп у них элементарно много. И вот на подобную хуйню, бловеры, как я понимаю, триггерца, ему надо не просто много зомби на экране, ему надо, чтобы у них ещё и хп много суммарно было. Поэтому, условно, против зомби шестом или конусов, они неэффективные, а для всяких там ведер, дверей футболистов подходят замечательно. Здесь-то условие соблюдено вообще идеально, единственное, у кого тут нету чего-то металлического, это перцы, ну и выходят они редко, так что, опять же, проблемой они особой не были. По сути, онли-бловером я тут и играл, кукуруза была чисто на пасоте, чтобы недобитых орехов и перцев выкашивать. Уровень я прошёл, но нахуй, если честно, этот уровень идёт, вообще неинтересно, обсумеваю, что мы всех этих зомби видели на шестом этапе, ещё и вторично. Короче, два балла из ста, идём к следующему уровню. Блять. Добро пожаловать. Блять, самый пиздецовый уровень в игре. Просто кончено. Я на него 7 часов угробил нахуй, я вообще не шучу. И вот мы как раз до него добрались. Радостно всех приветствовать, это надолго. Алло, чё происходит? Да, я понял, я понял, я понял, я здесь не рады. Ай, блять, опять ты, сукин сын. Не смей. Он не умер? Аху... Это тоже, блять, не умер. Ну всё, пизда. А всё. А всё. Он там встал, ему... Ха-ха. Он, блять, встал, ему поебать встал, и внезапно он передумал атаковать. Ну и похуй, блять. Всё, сидит там, дебил. Стоит, блять, видите, торчит эта хуйнюшка там. Блять. А теперь кабачку похуй. Эти, блять, двое долбоёбов встали. Этот, блять, на карнизе встал, этот просто встал по приколу, блять. Я в ахуе. Ну, ну вот, то, что я говорил. Начала анимация проигрываться, и просто похуй за андробони стало. Ну, чё там, блять, кабачок мне дамаж, блять. Вишня взрывает, нахуй. Да поебать, блять, я прыгаю, нахуй. А мне, кстати, нихуя подсунул внизу. А я проиграл. А-а-а всё, а вёб, вёб. Нихуя, а-а нихуя я сделать не могу. А похуй. Ну просто, ну вот, просто не повезло, да, вылился вот этот вот зомби. А, а похуй. Игре похуй, блять. Ну просто, она выраливает тебе такого зомби, типа, ну ты ничего не можешь сделать. Ну просто, инста-вёб. А, ну и тут ещё вот. А-а-а, что игра от меня хочет, я знаю, как мне убить его, как-как убить? Ну то есть, блять, до прыжка быстрый, после прыжка быстрый, после прыжка он сделает. Ещё один, блять, прыжок такой уже на две клетки. Похуй ему, похуй. Ну то есть тоже игре похуй. Игре похуй. Игре похуй. Игра высрала мне, блять, пого, который григрантьюа. Игра высрала мне двух с дорожным зна... Трёх. Чё, ей-е-еей-то поебать, ей-е вообще похуй, блять. Никуя не сделаю, вообще ничего нет. Блять, я заебался, нахуй. У него тысяча хп, блять. То есть, он мало того, что не останавливается, его никак не заставим, у него ещё тысяча хп. Сколько я уже эту хуйню прохожу? А можно я поиграю, ну, в игру, ну, так, чтобы мне не надо было, блядь, вот, сидеть нахуй и молитвами эту хуйню проходить, типа? О, господи, хоть бы, хоть бы в следующей партии зомбарей, когда появится, блядь, танцор, а он 100% появится, не прокнул шанс 33% и не вырвели зомби-танцора, чтобы он был, блядь, просто такой идущим через всё поле на похуй. Да как это пройти? Ну, 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 здорово, блядь, пять тарзанчиков. Сука, я ёбнусь с этой мини-игрой, блядь. Прикольная идея добавить просто вариант зомби, который, если появляется, ты вот, ну, инста проигрываешь. Вот и всё, и, и, и просто, ну, нихуя не можешь сделать. Ну, хорошая игра, хорошая, хорошая. Господи, я этот уровень прохожу дольше, чем ебаных маленьких зомби, а я на секундочку, маленьких зомби буквально считал невозможным уровнем, я думал, его нельзя пройти. А, стоп, final wave? Я вообще пропустил, как это не отошёл. А, я въебал. Сори, 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 на две с половиной секунды подумал, что победил. Моя вина, моя вина, именно на линии, блядь, без косилки, именно этот зомби, именно это вариа... Это моя вина, стопроцентная моя вина, просто. Хорошая игра, справедливая. А, ну да, 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 сори, я забыл. Тысяча хп, тысяча хп, да, да, да. Туда ещё пустить, десять их прячься. На каждой волне пусть они будут. Меня так не заебало переигрывать одну и ту же тактику раз за разу, надеясь, что игра не высадит мне этого ебаного долбоёба в тот момент, когда у меня не будет денег на инстакил, либо когда... Меня так не заебало то, что от меня ничего не зависит в этой игре, абсолютно меня это не заебало, мне это очень нравится. Двух, блядь! Двух! Она высрала двух! Двух, блядь! Это какой по счёту? Какой это по счёту, блядь? Какой это по счёту? Кто-то считал? Пятый? Шестой? Я не помню. Это точно не четвёртый. Вначале был один, потом вышло два, ещё одного я убил читами, другого я убил вишней. Раз, два, три, четыре, пять. Это шестой, блядь. Это шестой нахуй. Шестой. Шестой. Какой шанс? Какой шанс, блядь? Мне похуй, блядь. Финальная волна. Давай, насри, насри, насри мне, блядь. Насри, игра, насри, насри, насри. Насрала! Ещё как насрала. Его не задело! Я в ахуе. Я в ахуе. Конечно же, на этом не всё. Если бы меня устроило прохождение уровня с читами, то и на остальные мини-игры я бы по аналогии хуй забил. Суд менты уже просто слишком устал. Все эти 18 попыток были сделаны буквально подряд. А так как каждая из них минут по 15 длилась, сидел я так уже прилично. Я даже не поленился и сложил длительность всех записей за тот день. Два часа и 45 минуты там, блядь, сидел. Вы представляете, как я уже вымотан был? Но за легитимное прохождение я возьмусь позже. И сейчас давайте немного про уровень. Я, правда, не знаю даже с чего начать. Типа, воюем мы так же на крыше. Состав зомби поменяли немножко. Ну или не немножко. А я хуе узнаю. Да и мне похуй, если честно. Этот уровень вообще, блядь, не из тех, что нужно с оригиналом сравнивать. От прежней приквечеринки тут только название осталось. Бруталекса турни во что-то принципиально новое превратил. Когда играешь, даже не бывает мысли типа... Ммм, а вот в оригинале игралось по-другому. Да ясен хуй по-другому. Оригинальную приквечеринку можно было имитатором высокого стена ореха в соло пройти. Там никаком глубинном метагейминге и речи не шло. Этот же уровень из себя вообще что-то не похоже ни на что другое представляет. Эти ебаные вариации, вставленные сюда автором обычного брутала зомби, настолько уникальный опыт этой игры создает, что мне даже тяжело поверить, что это было сделано случайно. На всякий случай поясню. Именно в Брутал Экс моде Лавел Дизайн никак не трогали. Там поменяли только растения и добавили вариации для зомби. Все же уровни остались такими же, что и в оригинальном брутале. Проще говоря, у Брутал Экса и обычного брутала состав зомби идентичен, но у Брутал Экса поверх этого всего есть еще и вариации. Многие из уровней мода поэтому и оказываются непроходимыми, потому что были рассчитаны на обычный брутал, а то, что их кто-то будет трогать в Экс моде, вообще никто не предполагал. Все эти необычные геймплейные ситуации, создаваемые модом, это чистый рандом, автор просто ебанул сюда новых зомби и буквально сказал, ебитесь с этим как хотите, ему по рофлу было просто. У меня голос дрожит, у меня натуральная истерика, блять, от этого уровня, это вообще не наигранные эмоции, я от этого уровня натуральную безусходность чувствую. Экс мод как вышел на версии 6.0, так ни разу и не обновлялся, автор просто дропнул его и хуй забил, он не задумывался как какой-то серьезный режим. Есть в общем еще один мод от другого разработчика, а также эксплуатирующий идею вариантов зомби, и он вам скорее всего известен под названием Брутал Экс Плюс. Так вот даже там в этом плане все куда лучше, потому что делался он опираясь на эти самые варианты, и над левел дизайном там поработали. В каких-то аспектах он действительно сложнее, да, но он хотя бы тестировался и задумывался проходимым, здесь же ситуация принципиально противоположная. Понимаете к чему я? Вся эта серия видео, все три части прохождения, это игра в одни ворота, буквально мы проходим хуйню, которая и не задумывалась проходимой. Это нахуй абсурд! Идея на самом деле изначально глупой была, но делая первую часть, мне это воспринималось совершенно по-другому. О последствиях в тот момент я не думал, никаких продолжений не планировал, а сам мод для меня был просто приколямбой на один видос. Да и в целом я не до конца понимал, что вообще значит X в названии, я думал, что это прям полноценная самостоятельная модификация, а значит режимы тут все для прохождения пригодны. И если вдруг начнут требовать продолжения, то ничего страшного в этом не будет. Помните же эту нарезку, которую я с самого начала оставлял, о том, как у меня мнение о мини-играх в этом моде от части к части менялось? Вот, вот к чему все это было. Именно к этому моменту, всеми этими вставками я плавно подводил к этой мини-игре. А те, кто сейчас на премьере, все те, кто смотрит это в прямом эфире, помните фразу, которую я обронил в трейлере? Если видосы будут, то я просто пройду пару мини-игр и расскажу, что они все тут невозможные. Че-то такое я там говорил. Не поверите, но изначально видос таким и планировался. Просто небольшой проходничковый виде, где я отвечаю всем тем, кто требовал от меня полного прохождения мода. И все к этому и шло. Но тут кое-что случилось. Кое-что, превратившее 20-минутный ролик ни о чем, в полчасовую пьесу. На мгновение я почувствовал себя всесиленным. Я подумал, что смогу пройти это полностью. Я серьезно, просто мимолетная мысль, приведшая нас сюда. Секундный самообман, в одно мгновение обрубивший мне путь назад. А что самое ужасное, поняла я только на последнем уровне. Ладно, а как мы здесь оказались, не так важно. А важно то, что перед нами сейчас буквально последний уровень этого говна, и нам нужно в срочном порядке что-то придумать, чтобы его пройти. Главные здесь уебки, это прыгун с дорожным знаком, ампока с айбилками и гаргантюа, и, конечно же, ебаный танцор. Какую-никакую тактику я уже выработал, играем мы тут арбузами, больше нечем, поверьте. И, в принципе, чтобы справляться с первыми двумя уебками, ее вполне хватает. Но что делать с третьими, я все еще не знаю. Тут просто чистый РНГ. Первый его выход, когда у тебя не перезарядили взрывные растения, стопроцентная потеря косилки. И дальнейший шанс на прогресс при следующем выходе становится уже один из трех. Он выходит снова, взрывных снова нет, но тебе повезло, и этот шанс не прогнул. Теперь у тебя нет уже двух косилок, и при выходе следующего шанс на прогресс станет уже два из трех. Ну и, наконец, выходит третий, и тебе снова чудом повезло, он триггерит косилку, поздравляю, следующий выход это неизбежное поражение. Выйти здесь он может только на трех центральных рядах, что, по сути, является багом, который стоило бы исправить. Но, как я уже говорил, создатель мода этот режим не обновлял вообще, и обновлять не будет, так что довольствуемся тем, что есть. Единственное, в чем я туманно видел спасение, это чеснок. Если вы помните, еще во второй части брутала я пытался убить Мтанцора, и у меня нихуя не вышло. Да и в целом я в нем сильно много толку не видел за его долгой перезарядки. Но, вернувшись проходить эту мини-игру спустя месяц, я решил все же его опробовать. Звук негромкий. Так, что я тут брал? Подсолнух, горшок, арбуз, высокий орех, пальма, вишня, блядь. А этот, эминно, фонарь, блядь. Блядь, в самом начале уровня, ты что троллишь, блядь? Мой видос, тебе как? Блядь, иди нахуй, и зандробни. Ему похуй, блядь, да иди ты нахуй. Сука, этот чеснок надо прям, видимо, когда он вплотную к нему ставит. Стоп, что у него 500 хп? У него х... Нихуя себе открытие. У него касса хп, как у зомби с конусом, блядь. Ебать прикол. Классная игра. Ну, он съел мины. Короче, похуй, я мины не беру, я сейчас буду брать чё-то нормально. О, как хорошо зомби идут. Один от пальмы, другой от грабли, вообще здорово. Класс. Минус. Ну и вот этот дебил, естественно. Ну-ка, давай. Тестерю тебя. Давай посъём. Нихуя себе. Я думал, он просто пойдёт, как нормальщик. Он съёматься начал. Так, всё. Опять, опять чему вышло. Опять, чему вышло. Дайте денег. Дайте денег. Дайте денег. Дайте одну деньгу. Одну деньгу мне. Одну деньгу. Деньгу. Серьёзно? Что? Вы видели? Что с ним только что было? Что? Что, блядь? Что? Что это было нахуй? Смотрите, смотрите, блядь. Дайте это осмыслить. Он бежит, блядь, пропадает. Появляется его теневая копия, блядь, на ряду снизу. И он внезапно оказывается в трубе. Я правильно понимаю? Блядь, серьёзно? А, ну, она нормально, да? Ничего, что грабли тут лежат немножко. Немножко тут они лежат, блядь. Вы знаете, почему это произошло? Где я вам расскажу, почему это произошло? Танцор не может выходить на боковых линиях, потому что он тогда не сможет призывать одного потанцовщика. И игра так дела то, что, короче, следующий, ну, вернее, первый зомби на уровне пойдёт по самой нижней линии. Но потом она такая, а, это зомби-танцор. Его по нижней линии нельзя опустить. Она переролила, блядь, линию, на которую пойдёт зомби, но грабли оставила, блядь, там же. Охуенно! Спасибо за... Ну, слушай, на говнокодили, ёбаные разработчики. Ой, блядь, я заёбнусь. Что вот это прыгает, блядь? Тарзанка ебаная. Блядь, Зандробони, потому что настоящий. Вот это что такое, блядь? Я с ума нахуй зайду, что происходит? Блядь. Я этот опять застрял, просто купил, блядь. Обожаю нахуй механику. Я не понимаю, почему они так делают, реально. У них просто какая-то хуйня накоженная. Находина, блядь. Из-за которой они просто могут рандомно взять и встать. Вот щас выкопай перед ним растения. Во, 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 вот. Видите, просто взял встал. Вот как это работает. Ой, блядь! А чё делать? А чё тут вышло? А чё делать? А что делать, блядь, у меня не перезаряжен? Фу-ху-ю, блядь. Уже ощущение нахуй, что я эту микро вообще не пройду. Она, она буквально последняя осталась. Бурталекс, он как будто намеренно, короче, поняли? А, типа давал мне пройти все мини-игры до этой. Так, типа, давай понемножечко покрупиться надежды о том, чтобы игры в этом моде проходимые И сейчас он такой, типа, не-не-не, не-не-не, дальше не пройдёшь Иди нахуй Попробуй так течь через левитатор, лазерного баба и чеснока Да, блин, какой нахуй левитатор, блядь Я сейчас пойду нахуй повзадище писать куда-нибудь Так, типа, спрашивает Меня вот это смущает, блядь, сколько вас там? Блядь, попрыгал нахуй зомби на шаре Заело летать Был поюгу Блядь, вторая побежала А там косилки нет А там косилки нет А там косилки нет Я старся в ту хую Блядь Вау Здорово Здорово Блядь, сейчас заплачу нахуй Это бред Я просто не могу ничего сделать Да какая попытка . , 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 . Down и . , om БАТЬ БАТЬ ПРОШЕЛ ПРОШЕЛ НИХУЯТЬ ТЕБЕ Я НЕ МОГ ПОВЕРИТЬ БЛЯДЬ Я ЗАПИСЫВАЮ Вообще класс Мега супер мега класс ТАК БЛЯДЬ ОЛЕ СТОЙ, СТОЙ, СТОЙ БЛЯДЬ СТОЙ, СТОЙ СТОЙ НАХУ ПИСТЕС не понял а где победа? а победа будет? а победа? where? when? when победа? when? алло! победа будет сегодня? нет? а че? а че делать? а что блять делать? все я софтлок словил типа все игра идет, вернее игра говорит иди нахуй или что? смотри, здорово, класс. ой блять хорошая игра, а че делать? не блять, есть смысл чего-то ждать? если можно переигрывать или похуй уже? пиздец други друзья круть мне класс вообще здорово я понял хорошо, я понял я понял, это была не последняя попытка у меня слов нет ну моя вина как бы, опять моя вина, да, я виноват ну что я, типа, сделать должен был? игра просто вот не регает победу, игра решила не регать не, вообще здорово, уровень замечательный прям, состав зомби ебейший как бы вариации этих зомби тоже ебейший, справедливый, абсолютно ну и софтлок в конце, конечно, тоже крутой думаю, все будут согласны не, ну если я даже так не победил типа, даже сейчас когда все вообще идеально шло ну блять, это буквально идеальная попытка была я, типа, даже когда танцоры ебаные в максимально непосходящие тайминги выходили я и то умудрялся в последний момент их подрывать там или чесноком подъебало поставить ну вот нет все равно недостаточно удачно видос должен быть о том, как я мини-игры тут все прошел ну, блять ну вот 1.11 уровень который, блять, в самом конце причем стоит после него битва с зомбоссом только один уровень и видос вот к хуям катится просто ну вот что мне делать, блять ну, просто из-за одной мини-игры я видос делать не могу вообще абсурд не, блять ну вы задумаетесь те уровни, которые я реально считал невозможными по итогу оказались проходимыми то есть те же маленькие зомби там вот эти, блять, невидимые зомби еще там всякая хуйня, на которую я миллион попыток тратил но но вот именно вот это вот типа уровень буквально, о котором я, ну, не подозревал даже ничего ну, вот такое мне подсунуло ну, здорово, че че еще сказать вообще, знаете что у меня ведь нет каких-то временных рамок или там по попыткам каких-то ограничений я могу буквально хоть еще сто траев сделать хоть двести, хоть тысячу то есть буквально, меня вообще ничего не ограничивает я просто могу реально сидеть до победного сидеть, проходить это, проигрывать раз за разом ловиться в тлоки ловить какие-то неудачные выходы там ссоров когда у меня там чеснок не перезаряжен еще какую-то хуйню, чтоб там блять мне игра вытворяла а что мне мешает заново начать, да вот и потом еще раз проиграю и еще заново начать еще раз софтлока и еще раз заново начать еще какая-то хуйня и еще раз заново начать и просто сидеть до победы буквально мне же ничего не мешает я просто могу реально сидеть и это делать а почему нет в принципе с каждой попыткой шанс на то, что рано или поздно я пройду будет увеличиваться логично? логично то есть мне ничего не мешает просто сейчас взять сесть и пойти дальше проходить так ведь? думаю, что да пиздец, у меня и орехов не осталось блять, еще и эта сука вышла блять, их двое я ни хуя не сделаю солнца ноль охуенно охуенно бля орехи съедают и не успевают вставлять ланс до арбуза есть на каждой линии о нет о нет ну естественно отлично 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 да такой бред когда выходят два этих танцора ну буквально нереально убить когда они на разных линиях чеснок то один всего это бред вообще а вдруг просто похуй было никак это не фиксило подсолнков все меньше и меньше подсолнков реально мало нужно подсолнки снова выставлять ну все это тот уровень когда в каждой пачке зомби блять по танцору все, тут только на удачу надеяться снизу плохо снизу плохо лишнее маня так 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 нет нет вот сейчас подсолнков реально мало вот сейчас их надо заново выставлять блять Ну все, арбузи выедают У нас косилка, у нас арбуз Лишни туда поставить надо Господи, как их много Так Финальная волна, финальная волна Финальная волна Господи, а я, а есть вообще шансы? У меня снизу уже косилки нету Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста Снизу вроде не так все плохо Снизу просто нужен орех Ставлю нормально Так, 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 так Можно их сейчас с чесноком на другую линию Денег бы только на этот чеснок Денег бы, денег бы, денег бы Денег, пожалуйста Так, все, на другую линию, все, все на другую линию Отлично, отлично, отлично Ебать, 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 как хорошо Пожалуйста, не переходи на другую линию Отлично, отлично, отлично Осталось этих добить, осталось этих добить Отлично, отлично Да, блядь, да, 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 да Неужели, неужели Блядь, господи Я не, 9 часов я это говно проходил ДЕВЯТЬ ЧАСОВ Всё, я сюда не вернусь нахуй больше В пизду